всем привет в этом видео вы увидите весь мой путь к двум миллионам то есть я взял все свои видео за 8 месяцев и объединил в одно ничего лишнего только торговля начал я свой путь 25 09 17 с депозитов 228 тысяч а закончил 13 05 18 на сумме в 2 миллиона двести пятьдесят восемь тысяч рублей и так за 8 месяцев получилось заработать ровно 2 миллиона тридцать тысяч рублей но это только на одном аккаунте возьмем теперь все мои аккаунты у меня получилось где-то 6 миллионов рублей за 8 месяцев делить их на 8 получается 750 тысяч рублей в месяц это мой доход чисто с торговли и теперь вы будете шокированы потому что на весь мой путь в 8 месяцев я потратил до 4 часов времени представляете до 4 часов торгую мало но качественно торгую только по ситуациям и ухожу с рынка вот и все вот весь секрет успеха не насиловать рынок не пересиживать заработали ушли вот и все чисто по сигналам обязательно досмотрите это видео до конца от начала и до конца кто хотел зарабатывать кто хотел учиться просто сядьте и проанализируйте полностью все мое видео я когда монтировал видео был в шоке потому что все ситуации повторяются абсолютно все их там было до десяти штук возьмите все мои ситуации сделайте с них скрины выучите все фигуры найдите эти фигуры в интернете я вам сейчас ничего не буду говорить не поленитесь если вы хотите зарабатывать вам не нужно лениться вам нужно все это изучать выпишите себе все эти десять фигур вызубрите их выучите и просто торгуйте по этим фигурам вот и все вот и весь секрет успеха возьмите мой успех и примените его у себя вот и все просто контроль c контроль v просто скопируйте и все всем приятного просмотра и мы опять начинаем потихонечку вон с 200 тысяч двигаться к своей цели не знаю опять наверное буду делать миллион так заключил я уже одну сделку нашел опять для вас отличный скальпинг заключил одну сделку вон видите от второго уровня там было два отскока и видите и самый был главный уровень там было три отскока но я вот здесь посчитал нужным открыть сделку именно именно вот в этом месте но скажи вам сразу эта сделка не зайдет видите я на две минуты взял нужно было все-таки на одну минуту заключать эту сделку вернулся я народ с путешествий немного приболел вернулся как всегда возвращаясь путешествий кто не знает был на шри-ланке со шри-ланки летали в индию потому что там рядом чтобы посмотреть страну посмотреть деле и прилетел и приболел температура была два дня у меня под 40 просто температура ничего прошла температура и все теперь нормально и буду теперь приходить чувства буду снимать новые видео так вот видите все таки опять цена отпрыгивает то есть вот возвращается ко второму уровню я опять заключает сделку но уже на одну минуту вроде бы я думаю здесь все отлично идет отскок но смотрите что здесь произойдет вот видите было 1 2 2 таких касания я думаю я думал что цена опять от этого уровня отпрыгнет но видите идет просадка резкая я не успел заключил сделку вот идет просадка здесь заключаю и вот здесь еще в конце заключил две сделки видите в этот раз уже цена вернулась к первому уровню и вот здесь я уже заключил сделки потому что вот здесь явно уже произойдет разворот видите красивых картинок не бывает не бывает четкий уровень четкий уровень уровень конечно бывает но очень редко такие картинки так что вот здесь вот последнюю секунду все таки сделка у нас не заходит но вот цена выстреливает и все идет как нам нужно народ нужно смотреть тенденции еще раз повторял вот вам не нужно вот смотреть что так вот прям жестко чтобы был скальпинг такой идеальный нет он может быть верхней он может быть нижним он может быть с двойными с двойными уровнями стройными нужно опыт это все на опыте вы будете смотреть итак закрываются у нас сделки одна закрылась плюс 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 здесь тенденции видите повысился упал повысился упал и вот здесь я принимаю смотрите вот здесь я принимаю решение заключить сделку вниз вот почему именно здесь да вроде бы график мог бы еще выше пойти но нет я знал что он здесь именно будет разворот почему потому что вот когда посмотрите прошлую такую вот прошлую такую вот гору да когда идет резкий резкий скачок там цена немножко держится и падает так так и так же здесь произошло был резкий скачок и цена опять идет вниз вот наш главный уровень вот я нарисовал вот видите раз два три все-таки четыре раза цена от него отскочила и я правильно принял решение что заключил на повышение сделки но здесь я уже заключил последнюю сделку потому что смотрите упал процент 55 я не заметил заключил сделку на 55 процентов опять же смотрел для вас скальпинг и искал скальпинг чтобы четко показать скальпинг и на 90 процентов нигде не было нормальной ситуации вот была она out на австралийский доллар новозеландский вот здесь только была здесь отличная ситуация я же ну уже повторял вам как я записываю видео я ищу 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 чтобы отличный наглядный пример для вас показать еще если там нету там час-два ситуации я пока не снимаю видео только нахожу вот такую вот ситуацию как здесь увидел сразу же записываю для вас видео чтобы показать именно четкую суть скальпинга начиная уже потихонечку выводить свои деньги ну как выводить выводить в наличку деньги и пишите что я куплю на эти деньги которые на прошлый миллион ну понятно не только на этот миллион что я буду покупать какую делать буду покупку пишите в комментариях может быть 50 новых айфонов или куплю себе арендую пенхаус закажу туда девчонок и куча наркоты ну шутка конечно же а на очереди у нас секундный скальпинг запускаем видео я уже записал поехали итак сейчас я вам скажу скажу что произошло заключил одну сделку вторую первую неудачно вторую еще так себе смотрите народ у меня произошла просадка просел я на 50 тысяч кстати вот здесь именно секундном скальпинге в конце я вам покажу историю торговли покажу мою просадку но здесь более-менее мне получилось у меня получилось как-то возьми возместить убытки так смотрите я здесь ловлю самые самые нижние точки и заключая на повышение почему здесь заключая на повышение потому что здесь идет восходящий тренд общая тенденция на на паре евро доллар была восходящая и я заключаю ловлю только нижние заключаю на повышение но видите здесь мне очень не везло редко сталкиваюсь такой ситуации именно на секундном скальпинге здесь просто рынок просто настолько был на стол настолько его колбасила в разные стороны что очень было трудно заключать сделки вот видите заключаю некоторые закрываются в плюс некоторые в минус здесь более-менее еще нормально заключил сделки здесь опасно заключать сделки потому что волатильность упала в очень узком коридоре так здесь у нас опять закрыли в минус здесь мне вообще очень очень не везло здесь возвраты уже идут так общая тенденция восходящая на самых верхних точках и я хотел заключить пару сделочек вниз чтобы перестраховаться и смотрите вот видите неудачно заключил сделку очень неудачно график последний момент выстреливает я заключаю и никто месте где хотел жду просадки смотрите опять заключил в верхней точке на повышение заключаю верхней точке очень не везет так что реально будьте осторожны секундным скальпингом смотрите так здесь нормально 1 закрылась не успел на понижение зак заключить на повышение тоже не успел заключая на повышение опять в одной и той же точке опять в одной и той же точке смотрите еще раз заключаю четвертую сделку я заключаю не там где я хотел вот как может как может рынок себя вести так что реально очень будьте осторожны секундным скальпингом смотрите если бы я заключал сделки во всех самых нижних точках я бы везде был в плюсе но очень тяжело словить эту ситуацию Ну, здесь общая тенденция была восходящей График пошел на повышение Все идет отлично На самых верхних точках я на понижение Открываюсь И вот эти вот сделки заходят Пока все идет хорошо Так, здесь у нас Здесь у нас будет возврат И нам дают возврат Вот, видите Но там дальше общий Был жесткий-жесткий восходящий тренд И потом началось затухание Я люблю в таких затуханиях поторговать Но здесь было очень-очень реально опасно Вот здесь отлично Вот, наверное, три раза за торговлю Словил только отличную точку Как бы я хотел заключить сделки Ну, здесь отлично заключил сделки Здесь идет откат График откатывает И вот на этом моменте На этих последних двух сделках Я принял решение закончить торговлю Закрывается одна Закрывается вторая И все отлично Итак, давайте посмотрим историю Здесь у нас все хорошо Концовочку мы вытянули Остались в плюсе Где-то на 100 долларов Только в плюсе Вот здесь мы начали торговлю И вот здесь Вот здесь Видите, пошла моя просадка По 10 тысяч Две сделки По 20 Пять сделок По 10 тысяч Я ушел в просадку Вот такое вот может случиться Так что народ Если торгуете по секундному скальпингу Будьте осторожны Итак, смотрите Какая здесь ситуация Был восходящий тренд Начинается у нас затухание Начинается наш скальпинг Выставляю я на 2 минуты И заключаю сделку на понижение Что здесь произошло? Цена хотела уже уйти с нашего коридора Еще одну сделку заключил Потом Произошел резкий выстрел Цена немного Немного замерла на одном уровне Я принимаю решение Заключить сделки на понижение Еще две заключил на понижение Потому что видите Что уже цена Касалась этого уровня Предыдущая ситуация И здесь Я опять заключаю Две сделки на понижение И график уже График уже продолжает Своё движение вниз Смотрите, что произошло Когда резкий взлет Когда резкий взлет Но это именно при скальпинге Когда резкий взлет Потом будет откат Но это только при скальпинге Теперь люди мне задавали вопросы Почему я не торгую На свечном графике Народ При скальпинге Свечной график неудобен Мне нужно ловить Каждый пик Каждую просадочку Особенно Я торгую на минуте Особенно на минутке Мне свечи Свечи вообще Неудобны тем Что там тело Там тени свечи Там я не вижу Как заключить сделку Особенно на секундном скальпинге Там мне вообще нужно ловить Каждый-каждый вот Миллиметр Так что свечи Для скальпинга Не подходят Свечи на длинной дистанции Особенно вот Когда я торгую на минуте Дальше Хотел еще с вами поговорить О тенденциях Как в основном происходит Когда идет Восходящий тренд Идет наше затухание Идет наш скальпинг Восходящий тренд На верхних точках Мы ставим на понижение Когда идет Нисходящий тренд Идет наше затухание На нижних точках От уровня Мы ставим на повышение Но это не всегда так Вот прошлая ситуация Прошлое видео Получилось так Что был восходящий тренд Там затухание Восходящий тренд Затухание Восходящий Общая тенденция была восходящая И там я заключал На нижних точках На повышение Это нужно смотреть по ситуации Вот запомните Никогда не бывает Определенного какого-то шаблона И так У нас начинают закрываться сделки Все отлично Один четкий сигнал И не нужно никаких индикаторов Один четкий сигнал Взяли Заработали И ушли с рынка Вот и все Стратегия работает отлично Все Закрываются наши сделки Последние две закрываются И все На этом Я принимаю решение Уйти с рынка И так Получилось у нас заработать Заключили мы 6 сделок Заключили мы 6 сделок Получилось у нас заработать 47 тысяч рублей За 2 минуты Неплохой результат И так смотрите Заключили сделку на повышение Что у нас здесь Здесь у нас нисходящий тренд Нисходящий тренд Но в просадке Я заключил на 3 минуты На повышение Вообще я советую заключать На понижение От верхних точек Здесь у нас Здесь у нас Мы нарисовали Наш коридор, поддержка, сопротивление И заключаем на понижение Здесь вроде бы все отлично Но Здесь меня рынок немного прокинул Сейчас посмотрите как Видите, график опять вернулся Я опять заключаю на понижение Думаю, хороший сильный сигнал Здесь все как я и говорил Была просадка И график опять идет вверх Там ничего придумывать не нужно Там хороший нисходящий тренд Здесь Опять немного график выстрелил Я опять заключил на понижение Ну, продолжает График идти вверх, не хочет опускаться Здесь все идет шикарно И смотрите, вот что произошло График просто идет вверх Коридор наш не работает Зашел я в коридор, он не сработал Вот что может произойти То есть 80% рынок подается анализов И я начинаю отменять сделки 20% рынок ведет себя как захочет Вот взял и пошел вверх Народ, и ничего нельзя с этим сделать Вот я просил на сколько тут На 60 тысяч Ту же сделку нельзя отменить Потому что уже Слишком поздно Здесь все шикарно Видите, график заходит Я выставляю на 4 минуты И уже по тренду иду на понижение Увеличил сделки до 20 тысяч Вот, на 5 минут заключил Ну потому что, смотрите, картина видна На минуту Еще на минуту, на 2 Рискованно было заключать на понижение Потому что он мог еще немного пройтись А потом уже идти вниз Здесь Старая стандартная модель Хороший нисходящий тренд У нас верхняя точка Мы заключаем на понижение Ничего сложного здесь нет Ничего придумывать здесь сложного не нужно Так, заключил я уже на 140 тысяч Да Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь Да, на 140 тысяч заключил на понижение Вот такие вот могут быть ситуации Так что, видите Вот люди спрашивали Вот как именно правильно найти этот коридор Вот как его вовремя зайти Как знать, что он там не пойдет в другую сторону Да никак не знать Вы никогда не можете знать, куда пойдет рынок Есть анализ, да Проанализировали Ну вот, 80% на то, что он Но он может пойти в другую абсолютно сторону Вот что и случилось в первой ситуации Здесь все шикарно Здесь, видите, график немного бьется Видите, вот почему я на минуту, на две не заключал Потому что могла бы сделка не зайти Вы же должны смотреть Как здесь идет просадка Видите, как идет просадка Что две минуты здесь мало Какая идет нисходящая тенденция Две минуты мало Вот почему я заключил на пять Так как раз шикарно И так подходят к концу наши сделки Вы все видите сами Первая ситуация не сработала Вторая ситуация сработала И вот на этом моменте я принимаю решение уйти с рынка Так, я покупаю уже мебель Это я вам все покажу в следующем видео Покупаю технику Купил уже технику, кстати В следующем видосе я вам расскажу Я думаю, вы уже знаете, какую технику купил В этом видео я хотел бы затронуть Очень-очень важную тему Хотел бы детально про нее вам рассказать На фоне, конечно же, я поставлю свою торговлю Там все просто Идет восходящий скальпинг Я отлично там зашел В верхние точки на понижение В нижний словил на повышение То есть там была тенденция Идут вот эти вот бугры Вы увидите И вот они повторяются То есть они приблизительно одинаковых размеров Вы вот прикидываете и заходите в сделку Там абсолютно все просто О чем же я хотел с вами поговорить Вот знаете, когда Я уже вот столько прошло времени Когда я начинал еще Я вот пересмысливаю свою торговлю И вот знаете, что изменилось Вот тогда первые мои видео Когда я начинал И вот когда и сейчас Что изменилось Я могу это так вот описать Раньше я очень много торговал И мало анализировал Сейчас Я анализирую И мало торгую Вот так вот получается То есть И это конечно же большой плюс То есть вы видите Сейчас я захожу крупными сделками Ну как крупными Для моего депозита Это как бы нормальные сделки Но вот хорошую ситуацию Выждал, заработал, ушел Вот так вот у меня все происходит Смотрите в чем здесь фишка Фишка в том Понятно же фишка В своей стратегии В своей четкой стратегии И в эмоциях Самое-самое главное Блин, это эмоции Это наверное, ну не знаю Процентов Я бы даже так сказал 70 Вообще Из-за всей торговли 70% Остальное все стратегии И всякая там прочая ерунда Почему? Потому что школьник Который посмотрел два видео Заходит на демо счет И делает миллион Почему так случается? Он что, мега уже аналитик? Он столько знает? Нет Потому что у него эмоции На нуле Он вообще не переживает За эти деньги Вот почему так случается Только он переходит на демо счет У него там 350 рублей Он жестко переживает Эмоции берут свое И там уже никакой торговли не получается Чему я веду? Веду к тому Что вам нужно максимально Сделать так Чтобы вы торговали на реальном счету Как на демо Вот я вот это вот чувство Максимально приблизил Я сейчас вообще не переживаю Я вам расскажу Какие шаги нужно сделать Чтобы вот ваши эмоции Были вообще там на нуле И вы себе спокойно торговали Вот представьте Если бы вам Вот взяли и поменяли счет Вот демо стал бы реальным А реальным бы стал демо Вы себе зашли И такие Торгуете Торгуете А то оказался реальный счет А то вы уже там наделали много Много денег Там уже 7 миллионов Мне кто-то пишет Я там Что подписчика разгоняет До 7 миллионов До 8 миллионов рублей Тупо на демо счету И сидят себе И не парятся И разгоняют Но на реале В них вообще ничего не получается Нужно убрать Вот эти вот барьеры Вот Я вот себе задумался Вот почему Почему так Что вот мне мешает Почему я на демо могу Столько зарабатывать Здесь я не могу Столько зарабатывать И если я вот эту вот Найду грань Как вот эту вот грань Убрать вернее Вот если я найду Вот это вот какое-то Не знаю Не знаю Золотое Золотое Правило Золотой какой-то секрет, что я пойму, что также использовать реальный счет, как я использую демо, я смогу зарабатывать. И я вот этот вот секрет нашел. Во-первых, сейчас я вообще уже не парюсь. Почему я не парюсь? Потому что я знаю, что если там произойдет слим, там 70 тысяч, там 100 тысяч, там хоть и 200 тысяч, я все равно эти деньги отобью. Потому что по скальпингу у меня еще там не знаю, два раза подряд я никогда не сливал, чтобы коридор у меня два раза типа выходил и все деньги терял. Такого у меня еще не было. Часто, конечно же, слетают уровни, коридоры не срабатывают, но процентов 80 все заходит. Я уверен, я вообще не парюсь. Ну, сливы. Ну, ничего страшного. Я зайду в следующий коридор и там обязательно эти деньги отобью. И там все отлично заходит. Плюс это не последние мои деньги. И вот мне не страшно вот эти вот деньги потерять. То есть вы никогда не должны торговать на последние деньги. Ни на какие кредиты, ни на какие долги, что вам там нужно кому-то отдать вот очень-очень жестко. Нет. Произойдет слив. Никогда так не делайте. Вот последняя надежда, вы все деньги на это поставили. Нет. Так не делайте, потому что это вообще неправильно. Там вы торгуете только эмоциями. Вот вам нужно как-то убирать эти барьеры. Итак, как сделать так, чтобы вы не подчинялись вашим эмоциям? Ну, или сделать так, чтобы эмоции несли вам, ну, минимальный ущерб? Во-первых, это торговать на свободные средства. Свободные средства вы уже не так переживаете. Ну, слили вы, ну, ничего страшного. Конца света не произойдет. Второе. Когда вы, например, залили тысячу рублей, сделали с них три тысячи рублей, вывели свою тысячу, вам уже будет проще торговать. У вас осталось две тысячи свободные. Вы можете как хотите, можете улынами уже там валить. Проиграете, ничего страшного, потому что вы свои деньги отбили. Свою тысячу вы забрали, и все. Там уже, считайте, что то ваш демо-счет, да, вы уже можете как хотите там торговать. Вот это вот два таких самых главных. И третье, это своя стратегия. Не переживайте. Если у вас что-то не заходит по своей стратегии, не нужно бежать и искать следующую стратегию. Там у вас зашло, но в следующий день у вас опять по той стратегии ничего не зашло. И вы вот так вот меняете стратегии, мечетесь. Вот через все это я проходил. У меня было абсолютно так же. И теперь я понял, что моя стратегия работает, что она всегда работала, она и раньше работала. Просто если у меня случался неудачный день, я сразу же бежал к другой стратегии. Это рынок. Вы поймите, ваша стратегия всегда будет давать сбой. Любые стратегии дают сбой, потому что это рынок. Вы не знаете, куда он пойдет. Никто не знает, куда пойдет рынок. Люди только предполагают. Опытные трейдеры предполагают, и они оказываются правы там 80% своих решений, потому что они хорошо знают аналитику, хорошо разбираются, много уже торговали, знают вот эти вот тенденции, знают все нюансы, знают, как рынок себя вел. Но никто не может знать, куда пойдет рынок. Произошла просадка, ничего страшного. Зайдете на следующий день, строго по стратегии, никуда не отклоняетесь, и все, вы четко заработаете. То есть я уже по этому поводу вообще не переживаю, потому что это стандарт. Это все работает. Уровни как работали, так и будут работать. Всю жизнь они будут работать. Да, они часто дают сбой, часто пробиваются, там все выходит из-под контроля, но остановились, ушли, да, ничего страшного. Вот меня спрашивают, как правильно зайти в скальпинг. Ну вот, если так честно сказать, ну в любой момент, как бы вы там по всем критериям не выбрали, все равно может произойти пробой, и этот рынок уйти, куда ему вздумается, вот понимаете? Короче, я думаю, как-то более-менее я донес вам то, что хотел донести. И вот за все эти года, когда я торговал, я понял, что самое дельное, самое рабочее, это самое простое. И вот если бы я вот тогда не рискнул, когда вот я начинал, вот как у меня вот произошел вот этот вот пробой, что я начал зарабатывать. Потому что я залил крупную сумму и понял, что не нужно переживать. Я так боялся потерять эти тысячи долларов, но потом понял, что если я буду торговать строго по стратегии, всего придерживаться, и эмоции вообще исключать, все у меня получится. И вот с тысячи я уже начал, там 4 тысячи долларов, 5-10, и все у меня пошло. Сделал лимон, купил квартиру. Конечно же, есть немного мандраж, конечно же, там когда крупная сделка, когда вот у меня нонфарм, конечно же, там у меня немного потеет ладони. Да, это все есть, но оно уже не так, не так сильно, блин, меня задевает, понимаете? Я могу с этим справиться, и у вас тоже все будет отлично, если вы вот сумеете, сумеете как-то максимально приблизиться к этому. Итак, мы начинаем с вами торговлю. Смотрите, здесь у нас сильный уровень, и я ставлю на повышение. На 2 минуты ставлю по 10 тысяч на повышение. Был у нас восходящий тренд, затухание, и у нас получился уровень. Смотрите, вот сейчас я вам покажу уровень, и от этого уровня мы ставим на повышение. Видите, такой был резкий скачок. Смотрите, видите, у нас был такой восходящий тренд такими ступеньками, и вот синим прямоугольником я вам нарисовал уровень, и от этого уровня мы ставим на повышение. Поставил на 2 минуты, потому что минуты здесь маловато, как по мне. Так, вот жду просадочку. Сейчас будут ожидаться просадки, вот, и здесь еще на минуту, чтобы добить, заключая 2 сделки на повышение. Так что ждем результата. в этой ситуации я опять заключаю на повышение сделки уже по 20 тысяч. Почему по 20? Потому что у меня произошла просадка, на этом же уровне произошла просадка, я сейчас вам покажу, где. Вот, смотрите, там, где 2 стрелочки было, видите, на повышение. Вот там я заключил на минуту, и у меня случилась просадка. Но уровень у нас очень сильный, и вот я здесь опять принимаю решение заключить на повышение. еще поставил на 10 тысяч. Вот, жду, жду просадки, но видите, не сильно мне здесь повезло хорошо войти. Но уровень сильный, так что будет отскок. Вот здесь еще заключил на повышение. Так что опять ждем результатов. Редактор субтитров А.Семкин И так у нас все отлично, скальпинг нас не подводит. Правда, в одной ситуации он меня немного подвел, но все шикарно. В конечном итоге мы в очень хорошем плюсе. В этом видео у нас, как обычно, лучшая стратегия скальпинг. Здесь у нас индекс Dow Jones со свечей по одной минуте. Сейчас я вам нарисую коридор. Кстати, коридор вот только-только начинается. Вот такие вот уровни поддержки. сопротивления. Переходим и заключаем одну сделку на понижение на 10 тысяч рублей, вторую на понижение. Видите, очень хороший такой у нас. Начинается коридор плюс процент, 90 процентов. И вот еще я заключаю одну сделку на понижение. Люди вот продолжают-продолжают спрашивать, как вот определить, когда зарождается этот коридор. Народ, это все очень тяжело. Это все у вас придет с опытом. В любой момент, еще раз напоминаю, всегда об этом говорил, в любой момент график может уйти в другую сторону. То есть, вот только я вижу вот чередование, не знаю, проанализировал, посмотрел. как-то я даже не знаю, не могу вам сказать, какие особые вот такие вот факторы, которые влияют на этот коридор, чтобы... Потому что все здесь как бы рандомно, это рынок, он ведет себя как захочет, но коридоры работают. Скайпинг, лучшая стратегия, еще раз вам напоминаю. Итак, у нас подходят к концу наши сделки. Отлично, у нас все сделки закрываются в плюс. Этот, кстати, коридор у нас очень долго был. Вот этот вот коридор длился, может, наверное, полчаса, может быть, меньше, но я вот... Я вот заработал на нем только в начале. Вот, видите, очень сильный верхний уровень. Вот я его вам показываю. И заключаю еще одну сделку на понижение. Кстати, зацените-ка мой новый розовый халат. Как вам? Ставьте лайки, кому понравился халат. Знаете, загружу такой в магазин. Там висят какие-то черные, белые, розовые, не розовые, серые. Что-то мне ничего не нравится. Вижу в конце розовые висит. Давайте ко мне розовые. Девушка так на меня смотрит, это вам. Говорю, конечно, мне. Знаете, захотелось внести красок в эту серую жизнь. Так, здесь у нас все отлично. Скальпинг продолжает работать. Кстати, я смотрел недавно передачу про Пабло Эскобара. Кто не знает, это наркобарон. Наверное, даже самый богатый человек в мире. он зарабатывал по 60 миллионов долларов в день. Представляете, 60 миллионов долларов в день. Это на то время, какие же деньги были. У него было столько денег, что он не знал, куда их деть, он их закапывал везде. Их до сих пор не могут найти. Просто меня породила вот эта вот цифра. вот на этом моменте последняя сделка у нас закрылась. Видите, ровно 35 тысяч рублей получилось заработать. Я вот решил не рисковать и дальше на безрисковых сделках. Потому что вот подходит конец месяца, мне вот скоро новые будут начислены. Так что я решил просто как бы в развлечении просто поторговать на безрисковых сделках. Потому что их нужно использовать а особой выгоды они мне как-то не приносят. Потому что я торгую крупными суммами. А вот эти по тысячу рублей эти сделки особой разницы мне здесь не сделают. Но вот такой вот приятный бонус от компании LinkTrade. Вот здесь сильный уровень. Видите, я вот заключил вот эти все сделки вот внизу. Вот видите, вон заключил повыше и вот пониже. Вот те, что пониже, они не зайдут. А вот те, что повыше, все зайдут. Вот так вот, видите, мало времени. Видите, вот график не хочет идти выше. Сильный очень уровень. Вот здесь еще одну сделку заключаю на понижение. Так что все работает. Начался отличный коридор и в нем можно было очень хорошо заработать. Но я не жадничаю. Я вот, знаете, заработал свое, все, вижу, зачем дальше идти. Может быть, сейчас он развернется, в другую сторону пойдет. Зачем мне рисковать? Я увидел, заработал, все, ушел. И вам так советую. Никогда не жадничайте. Всех денег вы не заработаете. Вот здесь, видите, отличная просадка. И я заключил на повышение. И все сделки у меня тоже здесь зашли. Так что вот такая вот получилась торговля. заработал 35 тысяч на основном счете и плюс 10 тысяч на безрисковых сделках. То есть плюс 45 тысяч за 10 минут. Отличный результат. Итак, заключаю я сделочку на 20 тысяч рублей. Сегодня будет торговля строго по тренду. Смотрите, какая идеальная позиция для входа в сделку. Еще раз заключаю сделку на 10 тысяч рублей. Видите, нисходящий тренд в верхних точках мы заключаем на понижение. В этот раз я вам решил полностью выложить видео, ничего не обрезать. Вот как я записал от начала и до конца. Так что смотрите. Будет интересно. Вот здесь я смотрю, хочу войти по скальпингу, но нормальной позиции нет. Видите, какой шикарный нисходящий тренд. И вот я заключил на 3 минуты. Почему на 3 минуты, а не на 1 минуту? Потому что вы должны видеть расстояние, через какой промежуток график опускался и заключать уже сделки на соответствующее время. Так, хочу вам напомнить, что у нас уже в открытой группе каждый день идет розыгрыш 500 рублей на постоянной основе. Также у нас такое есть в закрытой группе. Теперь мы уже сделали такое в открытой группе. Смотрите, здесь хороший очень уровень. решил я подождать, чтобы цена дошла до этого уровня, но видите, здесь она опускается и я перехожу дальше. Какие еще новости, народ? Запустил я поддержку в Телеграме. Теперь я на все ваши вопросы буду отвечать в Телеграме 24 на 7. Почему в Телеграме? Потому что в ВК я не справляюсь, я не могу ответить на все ваши вопросы в ВК. Почему? Потому что в ВК лимиты. Я могу ответить только на 100 сообщений, даже меньше, на 50 где-то сообщений и потом мне выскакивает такая фраза вы ответили на слишком много сообщений и мне уже нельзя отвечать, нужно ждать следующего дня. Смотрите, опять же нисходящий тренд. Вот, график поднялся и только сейчас я заключаю. Ну, давай. Вот, заключил сделку на понижение. Видите, ни в коем случае не нужно заключать в нижней точке. Когда идет нисходящий тренд, только график поднялся и тогда заключаем. Вот вы смотрите на предыдущую картину и видите, да, ситуацию, видите тенденцию и должны вот уже понимать, когда нужно заключать сделку. Здесь, видите, я на 2 минуты взял, потому что 2 минуты будет достаточно. На минуту я еще был не уверен, может быть, еще график за эту минуту не успел бы опуститься. Видите, нашел 2, просто вот так вот листал, нашел 2 шикарнейших тренда, включил запись и по ним начал торговать. Еще раз напоминаю, народ, это базы, вот это вот базы, нисходящий, восходящий тренд, уровни поддержки, сопротивления и все, больше вам ничего не нужно. Это работает, работало и всегда будет работать. Никакие индикаторы вам не помогут. Вы не должны слепо доверять индикаторам, тыкать по стрелочкам вверх-вниз, вы должны чувствовать рынок. Вот это вот самое главное. Индикаторы вам могут быть только для помощи, чтобы вы там смотрели, если если ваше знание соответствуют той стрелочке, тогда можете заключать сделку. Но ни в коем случае слепо не тыкать по этим стрелочкам. Чувствовать рынок, еще раз напоминаю. Дальше, что еще я хотел вам сказать, можете меня поздравить, говорил это уже на стриме, теперь я предприниматель. Зарегистрировал я предпринимателя и теперь я официально плачу налоги в государство. Чем же я занимаюсь? Консультирую людей. Мотивация, саморазвитие, куда вложить деньги. Одна консультация, час у меня стоит 100 долларов, кстати, уже проконсультировал троих человек и вот с этих денег я плачу налоги. Для чего я плачу налоги? Мне это в принципе не нужно, я и так нормально зарабатываю, но мне нужно платить налоги. Для чего? Я расскажу вам в отдельном видео и заключаю сделку на понижение. Две сделки по 10 тысяч рублей. Опять идем строго по тренду. Видите, ничего не нужно придумывать. Стандартная модель, идет нисходящий тренд, торгуем по тренду. Вот и все. Что еще? Вступайте в нашу бесплатную группу по заработку, где я вместе с вами торгую каждый день с 5 до 9 вечера по Москве. Мы торгуем в закрытой группе, вход абсолютно бесплатный. Торгуем каждый день, на выходных мы торгуем на биткоине, на лайткоине, на эфире. И кстати, вот криптовалюты даже более предсказуемы, чем обычная валютная пара. Вот, видите, минутки здесь как раз достаточно. Видите, потому что я оценил ситуацию, как вел себя график и заключил на минуту и здесь у нас все отлично. И вот, на этом же моменте я принял решение закончить все-таки торговлю. Так, смотрите, что у нас получилось. Мы заключили 1, 2, 3, 4, 5. 5 сделок, да? Или 6? 5 сделок. Заработали за сколько? За 6-7 минут 51 тысячу 51 тысячу 600 заработали буквально за 7 минут. Вот такие вот результаты. Строго по тренду. Итак, сегодня у нас торговля на выходных. Видео я уже вам записал. Вот я заключаю сделки. Много меня просило людей, чтобы я вам показал, как торговать на выходных, как торговать на криптовалютах. Итак, здесь я заключаю, видите, сделки по 1000 рублей, потому что я неправильно поставил и не увидел. Думал, что у меня стоит 10 тысяч, а заключаю я по 1000 рублей. Итак, здесь у нас эфир 80%. Что я вам хочу сказать? Как торговать на криптовалютах? На криптовалютах они в основном предсказуемы, более предсказуемы, чем валютные пары. На криптовалютах вы должны смотреть тенденции. Вот видите, какая здесь тенденция. Вот я отдалил график. Здесь у нас на эфире резкие всегда идут просадки. Видите, как график стреляет то вверх, то вниз. Резкие просадки, резкие повышения. Вот это вам нужно ловить. Вы посмотрели тенденцию, как вел себя график. Может быть, резкие просадки идти на нисходящем тренде, тогда вы будете заключать в нижних точках на повышение. А могут резкие просадки на восходящем, тогда в нижних точках на повышение, а при нисходящем верхних на понижение. Вот. Видите, как здесь график выстреливает. Я вот жду вот этих самых-самых резких просадок и там буду заключать на повышение. Здесь у нас вроде бы идет флэтом, да, ни вверх, ни вниз. И вот такие вот ситуации нужно ловить. Конечно же, ориентироваться на линии, на уровне поддержки и сопротивления и ловить вот такие вот ситуации. Вот эфир всегда так себя ведет. Вот если вы замечали, эфир всегда резко стреляет, резко повышается. Вот. Здесь я уже, видите, заключил на 10 тысяч. И вот, еще она хорошая, очень просадка. И здесь я заключаю по 10 тысяч на повышение. Так, здесь я вот активирую еще одну безрисковую сделку, но заключить не получится, потому что лимит 10 сделок только можно ставить. Здесь у меня произошла просадка. Я уже объяснял в других видео, что такое просадка. Просадка в том, что я вот просел. Видите, какой у меня сейчас баланс, какой был баланс. В прошлом видео просто я закончил на сумме в 790 тысяч. А сейчас немного подслил. Кстати, подслил как раз таки на эфире. Потому что в чем опасность? Опасность эфира в том, что вот он резко выстреливает и в конце он также может вам резко опуститься и вас закрыть. Там реально остается 10-15 секунд. Вот так вот эфир стреляет. И вот я объясняю людям, почему просадка. Потому что люди там, которые вот только посмотрели первое видео, вот это вот, например, видео, говорят, да какая просадка? Ты же вон в огромном плюсе, да? Нет, в прошлом видео вы смотрите баланс моего прошлого видео и я вот сравниваю с прошлым видео. И вот если бы, конечно, я здесь не затупил, не поставил по 1000 вначале, поставил по 10. Я, конечно же, перекрыл все. Я и так здесь, конечно же, перекрою. Напоминаю, что видео я уже записал и просто вам его комментирую теперь. Так, теперь хочу поговорить с вами о ставках частями. вот видите, я ставлю частями. Встречаю комментарии пользователей, которые говорят, зачем ставить частями, почему ты не ставишь одной сделкой всю там сумму, например, в 100 тысяч или в 50 тысяч. Потому что частями намного безопаснее. Видите, можно в разных точках заключать и если график, например, в конце резко вас закрывает, вы теряете всю сумму. А так одну закроет, одну не закроет. Так что так торговать намного безопаснее. И всем вам рекомендую разбивать ставки и ставить частями. ну здесь я, как сказать, не сильно рискую. Ставлю, видите, по 10 тысяч это сколько? 1% или 1,5% от моего депозита. То есть все я правильно делаю. Вот я не знаю, буду я или миллион снимать в этот раз или буду снимать уже 2 миллиона. Вот я думаю все-таки буду идти на 2 миллиона уже повышать. Первый у меня был путь к миллиону, теперь у меня будет путь к 2 миллионам. Думаю сделать вот так вот. И когда уже у меня будет миллион в счету может я буду заключать где-то сделки по 3% депозита по 30 тысяч. Так, первые сделки у нас начинают закрываться по тысяче. да. Вот это должны быть сделки по 10 тысяч. Вот безрисковая закрылась. Так. Ну вот видите здесь идет отлично, но в любой момент этот эфир может быть вниз просесть и вас закроют в минус. Так что вот здесь вот в чем минус такой вот торговли. она такие валютные пары, не валютные, а криптовалюты. Очень предсказуемые. Вот биткоин, кстати по поводу биткоина. Вот биткоин сейчас просел. Мне писали люди в личку, которые покупали биткоин. Купили биткоин на 7 тысячах 300 купили биткоин. Кто покупает биткоин? Еще раз вам напоминаю. Самая главная ошибка, когда вы будете покупать биткоин. не покупайте, когда он растет. Когда он растет, растет и никогда не падает, никогда не покупайте. Кто же покупает на самых верхних точках биткоин? Дождитесь просадки, ждите просадки. Вот сейчас он просел на тысячу баксов вниз. Вот теперь уже, вот теперь лучше, конечно же, купить, чем когда он всегда растет. Вы всегда ждите просадки, но не переживайте, когда вы уже купили на 7500, ждите. Ждите, он все равно выровняется и пойдет вверх. То есть здесь главное не паниковать, не продавать. Ни в коем случае не продавайте когда он просел надо ждать что вам еще хотел рассказать рассказать хотел по поводу детского дома вот это у меня как бы первый такой опыт до такой большой помощи то есть я помогал людям но не так глобально так сказать и это очень кстати классная вам скажу другие эмоции другие ощущения на душе абсолютно и я уже захотел больше делать благотворительности потому что вот когда посмотрел на этих детей пообщался сначала знаете у нас все было так сковано так зажата и дети не хотели говорить свои мечты но когда я дал им листочек они начали там писать писать полностью раскрылись и потом только бегали и говорили можно я еще допишу можно я еще допишу то есть все прошло отлично и вот уже видите подарки готовы к вручению так закончили мы здесь на этом моменте я принимаю завершить торговлю мы в плюсе получились на 11 тысяч рублей на 1 тысяч рублей в плюсе по сравнению с прошлой торговли вот так я вам скажу вот видите я просел две продажи три неудачных то есть 5 неудачных сделать было у меня по 10 тысяч и вот я на них просел если бы заключил не по 1000 до а по 10 все было бы отлично я был бы в большом плюсе так заключая сделку на повышение в этом видео будет очень шикарная торговля досмотрите его обязательно до конца потому что я буду вам рассказывать на что обращаю внимание когда торгую по скальпингу буду давать практические советы и рекомендации и так на что обратил внимание здесь в первую очередь это видите очень очень хороший уровень поддержки и от него я отталкиваюсь здесь у нас получился такой вот мини коридор видео сколько точек было разворота здесь тоже обратил на это внимание и заключил сделку заключил две сделки по 30 тысяч на одну минуту видите 1 2 3 4 5 6 и вот 7 7 раз цена не могла пробить уровень поддержки также почему я заключил сделку здесь на одну минуту ну потому что смотрите на тенденцию видите одной минуты здесь достаточно если бы я заключил на две минуты цена уже бы опустилась вот здесь минута на минуту здесь самый идеальный вариант заключить сделку вот смотрите цена уже опускается да то есть минуты здесь достаточно потому что некоторые вот люди задают такие вот как по мне очень глупые вопросы потому что это вот наглядно видно также как я торгую кто мог заметить кто следит за моей торговлей так сейчас я вам нарисую нижний уровень вот при затухание получился вот такой вот уровень поддержки кто следит за моей торговлей мог заметить что я сначала выставляю большие суммы на сделку вот уровень сопротивления еще нарисовал но видите скальпинг не может быть вот в таких прям шикарных ситуациях когда два уровня и он вам шикарно идет поверх то вниз нет видите бывает пробои то есть здесь цена опять опустилась я выставляю уже по 10000 на одну минуту на повышение вот кто мог заметить я сначала ставлю большие суммы на первые сделки а потом уже иду на понижение потому что так для меня морально спокойнее да вот я уже заработал и потом я уже как бы не рискую то есть я вот для себя выработал вот что такая что лучше для меня вот касательно психологии это для меня это мне очень очень помогает так здесь вот цена тоже не может пробить наш уровень напоминаю еще раз что видео я уже записала я записал видео и только теперь я его для вас комментирую потому что я не могу попасть на такие вот ситуации когда я попадаю на такие ситуации я быстро включаю камеру включая запись монитора и мне некогда включать камеру а потом я уже комментирую так здесь цена видите не хочет и видите цена последний момент срывается и уходит вниз то есть вот такие ситуации тоже случаются потому что люди говорят как так и смотрите здесь я уже корректирую свою торговлю понимаю что минуты здесь уже мало видите тогда было достаточно здесь уже мало я заключаю на две минуты на повышение вот заключил на 40 тысяч потому что уровень поддержки сохраняется он по-прежнему очень сильный но еще вот здесь в этом в этой ситуации самая лучшая точка для входа вот здесь видите самый самый был сильный уровень ниже этого уровня цена вот за эти полчаса когда идет и наше затухание не опускалась и вот здесь я принял решение на две минуты заключить даже здесь можно было бы на 3 заключить также вот я вам сейчас нарисую этот уровень вот он самый самый главный уровень и вот здесь уже я был уверен что цена пойдет вверх ну так и случилось цена пойдет вверх также я всегда ставлю частями тоже обратите на это внимание всегда ставьте частями вот видите почему я поставил по 10 тысяч пять раз а не одной сделкой на 50 тысяч чтобы обезопасить свою торговлю вот например вот эти вот все сделки которые поставил на 40 тысяч они не зайдут а вот это вот сделка которая последняя на 10 она например зайдет я уже не в таком убытке буду так что еще он хотел рассказать на таких вот моментах я всегда принимаю решение заканчивать торговлю никогда не жадничать и всегда заканчивать торговлю казалось бы вот за такое короткое время да я могу заработать такие большие деньги почему бы мне не зарабатывать такие большие деньги например целый день целый час нет народ так не получится это тоже я для себя это правило уже выработал смотрите здесь такая ситуация но все-таки график здесь пойдет вверх и все разделки закрываются в плюс потому что видите цена билась билась об этот вот нижний нижний уровень и не смогла его пробить это отличный сигнал на повышение и вот в этой ситуации цена уже пойдет вот к первой самой линии к линии сопротивления так что никогда не вот не думайте тогда вот у меня сейчас получилось заработать сейчас я открою вам сделки вот цена пойдет дальше здесь итак смотрите вот моя история торговли получилось заработать за каких-то пять минут раз два три четыре пять два убытка у нас и по первой сделке по 30 тысяч за каких-то пять минут получилось заработать семьдесят девять тысяч рублей итак в этом видео я хотел бы снова затронуть и тему эмоций на фоне будет моя торговля там все четко все понятно по уровням по скальпингу и так поехали хотел бы вам привести два примера из моей личной жизни это все происходило где-то год назад в харькове итак первый пример работал я тогда дома себе в харькове торговал торговал тогда еще кстати на и киопшин и вот звонит мне моя девушка говорит вот я сейчас к тебе приду я говорю отлично приходи наторговал тогда я уже где-то 50 долларов то есть 50 долларов в день это для меня тогда был очень-очень огромный результат плюс моя девушка приходит у меня отличное настроение пришла девушка пошла там по своим делам я еще заработал где-то долларов 10 за это время пока находила там по своим делам и вы знаете преисполненный таким вот восторгом уже заработал 60 долларов в день я говорю а ну иди сюда сейчас я тебе покажу как зарабатываются деньги беру и ставлю 50 долларов на одну сделку она вот садится рядом я говорю хочешь посмотреть как быстро за минуту можно заработать деньги она такая да неужели так невозможно как бы все смотри тогда у меня чтобы вы понимали все сделки заходили абсолютно все заходило мне просто тогда очень-очень сильно можно так сказать везло я оставлю 50 долларов хорошая была ситуация тоже был скальпинг и сделка не заходит и вот мы сидим вот рядом и она такая мне говорит это что сейчас вот минус 50 баксов я говорю да но ничего страшного говорю сейчас смотри я беру и 100 ставлю ставлю 100 долларов ну и как вы думаете как вы догадываетесь эта сделка не заходит я целый день сидел зарабатывал эти деньги все четко по стратегии вел себе дневничок и за две минуты за три минуты я спустил 150 долларов чтобы вы понимали я тогда за квартиру в харькове платил 100 долларов немного больше 110 где-то долларов я платил за месяц за квартиру когда снимал в харькове и вот я лишился за три минуты 150 долларов но почему не остановиться знаете почему не остановиться девушка мне тогда пришла и сказала давай ищи фильм давай заканчивай с торговлей и я уже тогда ничего не хотел она уже меня начала утешать я уже не фильма вообще ничего мне не хотелось я тогда думал только об одном так я сейчас еще раз пополню возьму еще там последний свои деньги закину и отобью ни в коем случае такого делать не нужно наторговал эти 60 долларов блин остановись и так сколько заработал вот это вот жадность меня тогда погубила я долго не мог отойти моя девушка меня утешала нашла там какой-то фильм я фильм уже не мог смотреть но знаете посмотрели фильм немного успокоился и на следующий день заработал так долларов 30 потом на следующий день еще 30 ну короче отбил где-то за три дня то есть потеряла эти деньги за три минуты а отбила их за три дня вот это для меня было таким вот уроком но все равно следующая ситуация проснулись мы девушка пошла в душ я думаю ну пока она в душе я сейчас телефона заработаю включая телефон и начинаю торговать начинаю торговать по мартингейлу ну смотрел нормальные ситуации ситуации скальпинга ставил один доллар три доллара восемь восемнадцать сорок и вот так вот шел отлично все зарабатывал и вот пока она была в душе там минут десять я заработал что-то 9 долларов и отлично вот 9 долларов за 10 минут я просто проснулся включил себе телефон и начал торговать отличное шикарное настроение с утра у меня было она говорит все иди в душ я говорю нет подожди еще одну ставочку потому что я хотел чтобы у меня было ровно 10 баксов заключаю сделку минус заключаю вторую минус заключаю третью один минус 3 8 18 40 я слил 100 баксов блин я слил опять 100 баксов за какую-то одну минуту нет остановись ты все заработал 9 долларов блин отлично что дал бы мне тот один доллар но нет я продолжил и потерял весь депозит и тогда кстати торговал уже не по ситуации не по скальпингу а уже чисто в ход пошли одни эмоции я уже заключал просто сделки наугад 1 3 8 18 думаю ну блин там 5 ступень уже точно зайдет 4 зайдет это же просто 50 на 50 должно зайти и ничего у меня не зашло раньше еще были у меня такие ситуации и вот на таких ситуациях я научился что никогда не нужно жадничать всех денег вы не заработаете заработали ушли заработали ушли если вы там за час вот все отлично получается заработали там за час 100 баксов это не значит что за три часа вы заработаете 300 нет это не значит вы можете не заработать вы можете потерять полностью все свои деньги за пару минут не делайте так никогда я бы вам конечно же посоветовал никогда так не делать посмотреть мой опыт но что я вам скажу вы должны через это пройти вы должны сделать ту же самую ошибку только тогда вы ее поймете только тогда будет у вас какой-то опыт вот то что я вам сейчас рассказываю это вам все по барбан я тоже смотрел видео там тоже мне советовали как не нужно делать я все равно взял это и сделал совершил ошибку и вот только на своем опыте я научился всегда нужно проходить через ошибки самому вот это вот мне в жизни очень очень помогло благодаря тому что я прошел через все эти ошибки я научился так бы я не научился и я всем этим ошибкам безумно благодарен вы можете посмотреть сотню видео но вы все равно сделайте по-своему я вам советую тоже так сделать потому что это будет для вас самым-самым лучшим опытом это будет для вас самым-самым лучшим уроком и учителем вот такие вот были у меня ситуации через все проходил сам все на моем личном опыте все постигалось кровью и потом можно так сказать я заключаю сделку одну на повышение и еще раз одну на повышение просто видите увидел какой-то уровень и сразу же заключил сделку две сделки на повышение здесь у нас видите цена не может никак пробить уровень здесь уже произошло движение вниз и вот здесь я планирую заключить одну пробную сделку на три минуты заключая сделочку на понижение здесь видите у нас происходит пробой и я что делаю сразу же отменяя сделки все видите у меня тоже случаются такие ошибки я сразу же закрываю эту валютную пару и перехожу на другую валютную пару и так смотрите какой основной здесь посыл видите тенденции после затухания вот резкий взлет и здесь я с уверенностью ставлю на понижение почему потому что смотрите сколько уже было таких ситуаций раз два три 4 5 6 7 ситуации видите после нисходящего тренда у нас идет затухание и видите происходит у нас разворот кто следит за моей торговлей вы можете видеть что я часто торгую в таких ситуациях на тенденциях и после и на затухание до после трендов когда идет восходящий тренд я торгую на восходящем затухании так здесь вроде бы да отличная ситуация я думал что у меня все сделки зайдут но не тут то было заставил меня олимп немного понервничать вот с этими двумя самыми нижними сделками видите здесь у нас начинается секундный скальпинг цена никак не может пробить и идет одно закрытие видите у меня тоже случаются закрытие люди говорят вот у тебя такого не бывает все бывает и эта сделка тоже вот у нас идет резкий выстрел и меня закрывает ничего страшного здесь начинается вот такое вот колебание здесь у нас 50 на 50 и вот двух ситуациях да мне не повезло но зато верхней сделки все у меня зайдут раз два три 4 5 5 сделок по 10 тысяч рублей так здесь все шикарно закрываются сделки и я в плюсе в плюсе насколько на 14 тысяч рублей вот здесь видите уже начинается секундный скальпинг я в принципе хотел здесь поторговать и на этой валютной паре австралиец японский yen видите какой хороший уровень раз два три 4 5 5 раз цена отскочила от уровня но здесь у нас начинается фигура треугольник вот сейчас я вам покажу эту фигуру эта фигура треугольник мы еще к ней вернемся она работает как на восходящим так и на нисходящем движении вот здесь секундный скальпинг я нарисовал уровень думал я здесь поторговать но принял решение здесь не рисковать принял решение не рисковать для тех кто вот следит за моей торговлей вы могли заметить что я уже не так рискую я как-то я как-то вот прошлых месяцах до обвел агрессивную торговлю сейчас я уже как-то немного немного остыл может нужно реально немного поагрессивнее торговать вот здесь еще заключил сделку на понижение знаете хотел проверить хотел проверить еще раз уровень видите я вот смотрю анализирую да не заключаю слепо нил не ломлюсь вот на понижение валить я видите одной сделочкой проверил да идет движение вверх я ничего не перекрывая просто смотрю надеюсь еще здесь что сделка зайдет но она у меня здесь не заходит видите уже начинается опасная ситуация и что я делаю я принимаю решение вот уйти с этой валютной пары так здесь у нас опять происходит от скот и вот здесь вот работает наша фигура треугольник и здесь видите я заключаю на понижение почему я здесь заключаю на понижение почему я не дождался когда цена дойдет к уровню сопротивления потому что вот наша фигура треугольник и чем ближе цена идет к уровню поддержки чем ближе чем ближе тем больше вероятность того чем выше вероятность того что произойдет пробой и здесь уже нужно заключать в обратную сторону с такой фигура я уже работал у меня есть видео вот здесь оставлю его в подсказке с такой фигура я уже работал здесь у меня возврат и здесь одна сделка в плюс я работал на восходящем движении сейчас я вам покажу вот наш уровень уровень поддержки вот нарисовал уровень поддержки и вот наша фигура треугольник то есть с каждым разом цена приближается к уровню поддержки высокая вероятность того что произойдет пробитие видите внутри вот этого вот флэта внутри этого коридора получается еще такой вот мини коридор и вот в этом мини коридоре я уже буду торговать на понижение здесь я пока жду жду да видите здесь цена должна вот сюда вот дойти вот к этой отметке и заключила сделку на две минуты видите на одну минуту было бы здесь неправильно заключить три сделки заключил на 10 тысяч рублей потому что за минуту видите да какие колебания туда минута было бы очень рискованно на минуту заключать здесь сделки и вот здесь я переключился на минуту потому что думаю если еще цена немного пойдет выше да я перекрою но цена держится придерживается вот этого уже третьего уровня да и я уже здесь просто ожидаю видите вот прошла минута да видео не обрезанное видео я немного ускорил где-то на 20-30 процента ускорил его и вот здесь уже да после одной минуты у нас уже идет хороший отскок вниз но на на вот этой вот сделки эта сделка меня опять чуть не подвела но видите все шикарно то есть никакого одного пункта нету да то есть кто умеет торговать эти не путь эти этот один пункт так ну вот и все на этом моменте я принял решение закончить торговлю 39000 плюс 38000 да немного меньше вот этот вот уровень вот от него я торговал вот моя история торговли для тех кто там что-то не верит можете проверить мою торговлю у меня часовой пояс плюс 2 выставляйте свой часовой пояс и проверяйте мои сделки у себя на графике были ли такие сделки потому что что-то мне не доверяет люди говорят это меня и код элемента вот такая вот получилась торговля и так смотрите произошло то что я говорил да произошел пробой чем ближе график к нашему уровню поддержки тем выше вероятность того что произойдет пробой так и случилось вот почему я ставил на понижение получилось для вас записать такое вот чисто спонтанное видео я вот смотрел смотрел графики увидел хорошую ситуацию хорошую тенденцию сразу же зашел и включил запись и так видите я смотрю что у нас здесь маленькие проценты вот это вот очень плохо никогда не торгуете на таких процентах я просто хотел вам показать хорошую наглядную ситуацию как можно просто заработать на биткоине вот здесь я выставил на три минуты здесь жду еще чтобы график немного ниже опустился вы все видите сами вы наглядно видите эту ситуацию что здесь не нужно никаких индикаторов идут просадки повышения просадки повышения смотрите вот какие как часто это все у нас повторяется вот отличная просадка и я заключаю на повышение еще раз еще раз и еще раз вот заключил я 1 2 3 4 5 6 7 на 70 тысяч рублей смотрите сейчас я вам вот красными кружочками это все обведу чтобы все было понятно вот смотрите как это все происходит не нужно быть никаким здесь финансовым гуру не нужно здесь никакой аналитики это все наглядно видно если вы это видите можно можете смело заходить и зарабатывать я вот здесь зашел просто так вот просматривал просматривал графики зашел на этом заработать сейчас последнее время народ столько хейта по поводу этих бинарок и не знаю почему столько хейта вообще хейта по поводу рынка по поводу торговли на рынке люди говорят что вот невозможно на этом заработать но смотрите мой пример но я же на этом заработал я же не знаю никаких таких особых усилий когда я зарабатывал на биткоине к этому не прикладывал я просто купил биткойн когда он стоил еще там две тысячи долларов сейчас он стоит 15 тысяч долларов блин я свои инвестиции во сколько там семь раз до увеличил то есть но потом еще докупил этого я вам расскажу в отдельном видео это не это видео про биткойн это просто я вам решил еще такое видео о биткойне записать о торговле на выходных я вложил биткойн 10 тысяч долларов то есть у меня сейчас три биткойна 2 я купил за 2000 потом продавал короче я вложил и все инвестиции у меня были 10000 долларов сейчас три биткойна стоят 45 тысяч долларов то есть 35 тысяч долларов чистой прибыли буквально за три месяца я заработал то есть ничего не делаю ничего вообще не делал просто купил и ждал вот понимаете и люди говорят на этом невозможно заработать блин додумайте так и дальше я к этим людям ну не знаю конечно же потихоньку у меня получается к ним достучаться знаете но не всегда если вы в это верите если вы верите в то самое главное это вера верите что вы на этом не заработаете вы на этом никогда не заработаете вот что вам скажу верите вы в обычную работу идите на завод и там работаете вот там и всегда заработать если вы не хотите менять свою жизнь зачем тогда портить нервы вот подписчикам портить нервы другим людям и писать бесполезные комментарии снимать бесполезные видео некоторых непонятных трейдеров которые которые обижены на жизнь, там у них ничего не получается, они будут твердить, что и у вас ничего не получится. Никогда таких людей не слушайте. Я никого не слушал и начал зарабатывать. Просто посмотрел парочку видосов таких. Такую чушь люди несут. Так. Смотрите, да, здесь меня график заставил немного понервничать, да. Что у нас здесь происходит? Здесь у нас наша фигура треугольник. С каждым разом график у нас отдаляется, но тенденция сохраняется. Ну, видите, все нормально. Сделки все закрываются в плюс, да. Никто меня не закрывает. Все отлично, да. Но на таком проценте вообще не стоит торговать. Здесь наша фигура треугольник. График с каждым разом отдаляется от уровня сопротивления и все ближе к уровню поддержки. Вот, видите, все-таки уровень сохраняется. Но я уже заключил на 2 минуты. Потому что если бы я заключил сейчас на 3 минуты, эти сделки могли бы не зайти. Так, заключил я сделки, да. То есть и вот эта вот серия, да, она будет последней. Потому что график приближается к нашему уровню поддержки. И это значит, что он скоро, в скором времени пробьет этот уровень и цена пойдет на понижение. Да, вот сейчас немного у биткоина случился откат. Здесь у меня вот последняя сделка не зайдет. Видите, невыгодно торговать на 30%. Я просто хотел вам показать, как можно заработать на обычной, простой ситуации. Вот все наглядно видно. Заходите, зарабатывайте и уходите с рынка. То есть не сидите долго над этим биткоином. Увидели ситуацию, заработали. То есть здесь у меня одна сделка не заходит, да. Чтобы перекрыть убыток одной сделки, мне нужно, чтобы у меня 4 сделки зашли в плюс, да, при 30%. Вот смотрите, сейчас у меня вот самая верхняя сделка, она у меня не зайдет. И это минус 10 тысяч, да. А там я заработаю всего лишь 9 тысяч долларов, да. С каждой сделки по 3 тысячи долларов. С каждой сделки по 3 тысячи долларов. И я, получается, буду в убытке на 1000 долларов. То есть никто вас не заставляет торговать на таких маленьких процентах. Просто в группе еще люди пишут, знаете, торговля на выходных, там вот эти проценты Олимпа на выходных, они прыгают, да. И люди говорят, блин, 40%, как торговать? Зачем ты даешь такой сигнал? Блин, да вас же никто не заставляет торговать. Ну люди, ну вы можете не торговать. На выходной день пойдите себе отдохните. Никто же никого не заставляет торговать. Все под вашу ответственность. Пожалуйста, берите всю ответственность на себя. Я никого здесь ничего не заставляю. Никого не заставляю регистрироваться. Понимаете? Все зависит от вас. Ваша жизнь в ваших руках. Запомните это. Так, смотрите, здесь все шикарно. Да, все сделки подходят к концу. Сейчас будет скачок вверх даже. Вот он. Я думал, здесь все отлично. Но последняя сделка все-таки, видите, у меня не заходит. Но ничего страшного. Я в плюсе на 20 тысяч рублей. Вот за такое вот короткое время, видите, я здесь ничего не перематывал, ничего не ускорял. Как записал, так вам все и показываю. Получилось заработать 20 тысяч рублей. Было у меня 39 на счету, стало 59. То есть 20 тысяч рублей вот на такой простой абсолютно ситуации. И у вас это все получится. Не знаю. То есть никаким финансовым гуру здесь быть не нужно. Никаких мегаиндикаторов здесь быть не нужно. Идет себе рост, все отлично. Конечно же, есть много ситуаций, даже что можно прогореть на них. Но вы все видите сами. Вот вам моя история сделок. Сделок еще раз вам говорю. Кто что-то там не верит. Вы видите мое время. Вы видите сделку. Зайдите и проверьте. Зайдите на своем графике. У меня часовой пояс плюс 2, еще раз напоминаю. У вас там свой часовой пояс. Вы смотрите по-своему и сверяйте. Была ли такая ситуация у вас? Вот, я все вам показываю. Ставьте сейчас на паузу. Берите, смотрите дату. Идите и все, проверяйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, смотрите, какая у нас здесь ситуация. Здесь у нас нисходящий тренд. Торговать я буду в этом видео по тренду. У нас здесь нисходящий тренд. Я жду точку для входа. Мне нужно, чтобы график еще немного поднялся. Потому что вот здесь сейчас опасно заключать сделку. У нас хороший плавный нисходящий тренд идет. Вот отличная позиция для входа. И я заключаю на 10 тысяч на понижение. Еще раз на 10 тысяч на понижение. Теперь я дожидаюсь коррекции. Вот, график идет вверх. И еще раз я заключаю на 10 тысяч на понижение. Видите, я заключаю сделки частями. Потому что, например, вот если бы две нижние сделки не зашли, да, а верхняя зашла. Мы бы уже не потеряли все свои 30 тысяч. Так что всегда заключайте частями. Смотрите, какая специфика, да, работы по тренду. Чем плавнее тренд, тем он устойчивее. Видите, здесь я поставил на 2 минуты. Сейчас буду дожидаться коррекции. Если будет коррекция, я буду еще добивать сделками на понижение. Смотрите, я как раз заключил в отличной точке на понижение. Нисходящий тренд в верхних точках мы заключаем на понижение. В восходящий тренд в нижних точках мы заключаем на повышение. Ситуация шикарная, все идет как нам нужно. Я долго уже не торговал на этом счету. Видите, было восходящее движение. Было затухание. И теперь тренд пошел вниз. Долго не торговал. Пробью я в этом видео миллион рублей в Новый год с миллионом. Сейчас напоминаю, что основной мой доход на криптовалюте. Вы видели, как сейчас поднялся Ripple, да? Я, кому я говорил, что нужно инвестировать в Ripple, давал прогнозы, что в новом году Ripple будет стоить 3 доллара. Мой прогноз, что она в следующем году будет 2-3 доллара. И я не знал, что так быстро это все произойдет. Буквально за неделю Ripple вырос в 3 раза. Сейчас мне в личку сыпется очень много благодарности. И люди еще купили, когда он стоил доллар. Сейчас свои вложения люди увеличили в 3 раза. Один человек мне написал, что закупился на 10 тысяч баксов и буквально за неделю заработал 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов и пишет, что рэпер скинь свой кошелек. Я тебя отблагодарю. Скину тебе процент. Я говорю, ничего не нужно. Главное вывести ту часть денег, которую вложил. Чтобы вот человек забрал свои 10 тысяч и дальше работал только в прибыль. Так что вот такие вот сейчас деньги можно делать на криптовалюте. Следите за моим каналом, следите за моим инстаграмом. Там я рассказываю сами свежие новости, что и куда я инвестирую. Вот такие сейчас заработки. Люди спрашивают, как инвестировать, как конкретно зарабатывать. Вот. Я вам рассказываю информацию. Рассказываю, что я проинвестировал в Ripple. Даю прогнозы. И дальше выбор за вами. Стоит ли туда инвестировать или не стоит. Те, кто купил Ripple еще по доллару или по 70 центов, напишите в комментарии, сколько еще людей за мной проинвестировало в Ripple и сколько уже вы на этом заработали. Так что вот такая вот ситуация. Так, здесь у нас все отлично. Сделки закрываются в плюс. Я словил отличную точку для входа. Так, погнали дальше. Следующая ситуация. Вот она. Смотрите, тоже здесь шикарный нисходящий тренд. Плавное движение. Но смотрите, график у нас внизу. Здесь опасно заключать сделку на понижение. Видите, график продолжает опускаться. Вот здесь ни в коем случае не нужно заключать сделку на понижение, потому что может произойти коррекция, да, вверх. И вы потеряете деньги. То есть, видите, я здесь дожидаюсь движения вверх, да, но график продолжает идти вниз, и я покидаю эту валютную пару. Смотрите, следующая валютная пара. Австралиец-канадец. Шикарная ситуация. Я заключаю сделку на повышение. Еще одну на повышение. Еще одну на повышение. И сейчас жду коррекции. Вот, дожидаюсь коррекции. Еще раз заключаю одну сделку на повышение. Смотрите, какое плавно идет движение. То есть, сильный тренд. Заключил я сделку на одну минуту. Видите, потому что минуты здесь достаточно. Можно же, конечно, было бы и на две минуты заключить. Шикарно я начал этот год. Вот новое видео с шикарной торговлей. Как говорится, как год начнешь, так его и проведешь. Но это все зависит от вас, от вашей веры. Все проблемы у вас в голове. Как вы думаете, так оно и будет. И здесь, видите, опять шикарная точка для входа. Да, я отлично вошел в тренд. Как раз график был в нужной позиции. И все сделки закрываются у нас в плюс. Вот здесь я уже планировал, кстати, заканчивать торговлю. Но остался, опять же, на этой валютной паре. Потому что трендовое движение было сильным. Вот, это же валютная пара. Это же трендовое движение. И опять же, график у нас в хорошей позиции. Смотрите, да? Внизу, да? Не вверху, а внизу. И опять я заключаю на 30 тысяч и на повышение. Наверное, я буду идти к 2 миллионам. Пока сейчас хороший доход у меня идет на крипте. Я эти деньги трогать не буду. Сниму уже 2 миллиона. Чтобы сохранить свои средства, да? Ни на что не тратить. Так, здесь я заключил, да? Но ситуация довольно-таки шаткая, видите, да? Заработали и уходите с рынка. Ставки делайте частями. Не рискуйте. Последними деньгами. Всегда торгуйте на свободные средства. Вот здесь я увеличиваю. Отлично. Никто меня не закрывает. Все шикарно. Никакого одного пункта. Все шикарно. Все сделки у меня закрываются в плюс. Вот так я вот начал торговлю в новом году. Смотрите. Вот для вас вся история сделок. Кто что-то там не верит, берите и проверяйте, были ли действительно такие сделки. У меня часовой пояс плюс 2. Итак, получилось заработать где-то за 15, сколько там, 15-16 минут 79 тысяч рублей. Сейчас будем работать с уровнем сопротивления. Перед вами очень сильный уровень. Я выставляю 5 минут и уверенно заключаю 5 сделок на понижение. Смотрите, какой у нас здесь сильный уровень. Сейчас я вам буду все рисовать. 5 раз, то есть 4 раза график у нас не мог пробить этот уровень. И вот у нас сейчас пятая ситуация. И я смело захожу на понижение. Сейчас я вам просто для лучшей визуализации рисую линию. Тоже вам советую вот так вот рисовать уровни, чтобы было вам легче ориентироваться. Также смотрите, какая у нас здесь картина. Вот видите, 1, 2, 3, 4. 4 раза график не смог пробить наш уровень. И мы зашли в пятую позицию. И все идет как нам нужно. График идет вниз. Также смотрите за тенденциями. То, что я вам всегда говорил. Когда идет резкий взлет, потом отскок. Резкий взлет, потом опять идет отскок. Видите, у нас тоже были такие ситуации. Вон 1, 2, 3. 3 таких ситуации было. И можно смело заходить на понижение. Здесь идет все как нам нужно. График идет вниз. Дальше еще вам хочу сказать, что это основы. Еще раз хочу сказать, что это основы. Они работают везде. Будь то Форекс, будь то криптовалютная биржа. Просто многие говорят, что вот на криптовалютах совершенно все по-другому. Нет. Все так же. Везде работают уровни поддержки и сопротивления. Итак, все сделки у нас закрываются в плюс. Переходим ко второй ситуации. Здесь у нас уровень поддержки. Будем торговать от уровня поддержки. Итак, здесь я заключаю на 2 минуты на повышение. Видите, у нас есть хороший уровень. Еще раз заключаю. Но график продолжает опускаться вниз. Смотрите теперь, что делать. Когда график всегда продолжает идти вниз, ни в коем случае не заключайте на повышение. Он может падать и падать и падать. Это большая ошибка. Это грубая ошибка. Дождитесь. Вот сейчас, смотрите, у нас еще есть один уровень. Вот я его вам нарисовал. Самый нижний. Вот я сейчас буду торговать от него. Но я сейчас, видите, не вхожу в позицию. Почему я сейчас не вхожу в позицию? Потому что мне нужно дождаться роста. Мне нужно дождаться того момента, чтобы понять, да, что график не пойдет ниже. А он пойдет уже выше. То есть я пока не вхожу в сделку. Сейчас как раз график ведет себя нужным образом, да, он то вверх, то вниз, да, пока не знает, куда пойти. Это хороший признак. Признак того, что все-таки произойдет разворот, да, что график не пробьет наш уровень поддержки. Здесь, видите, вот заключил на 2 минуты. Верхняя сделка у меня не зайдет. А здесь я жду хорошей позиции для входа, чтобы перекрыть вот эти две сделки. Дожидаюсь позиции. Вот позиция. И я заключаю на 20 тысяч уже на повышение. То есть не рискую. 20 тысяч заключаю на повышение. Видите, да? Уровень у нас держится. Видите, два раза график не смог пробить этот уровень. И сейчас я захожу опять на повышение. Вот это вот очень важно. Видите, я дождался, посмотрел ситуацию. Я не фигачил вот тупо на повышение, когда он падал. Так, здесь у нас. Что у нас произойдет здесь? Я надеюсь, что эта у меня сделка закроется в плюс. И что вы думаете, как она закроется? Закроет меня или нет? Нет, меня не закроет. Эта сделка закроется в плюс. Ситуацию я дождался. И сейчас график уже уверенно продолжает идти на повышение. Так, здесь я ускоряю видео. Кстати, записываю видео с Mac'а. Уже первый раз я записываю видео на Mac'е. И рендерю на Mac'е. Кстати, очень хорошее качество. Все очень быстро. Итак, подходим наша сделка к концу. Все шикарно, все отлично. Получилось заработать ровно 57 тысяч рублей. Вот мои сделки. Смотрите, все проверяйте. Напоминаю, часовой поиск плюс 2. Кто там что-то не верит. Проверяйте все сделки у себя на графике. Вот, остальные вам сделки. Смотрите. Спасибо всем, народ, за просмотр. Подпишитесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Также подпишитесь на мой инстаграм. Всем спасибо за просмотр. Всем удачной торговли. Какая у нас ситуация сейчас по криптовалюте? Сейчас криптовалюта, вся почти криптовалюта находится во флете. Сейчас у нас затухание. И здесь мы будем торговать. Конечно же, по скальпингу. У меня одна стратегия. Все знают, что я торгую по скальпингу. И у нас в этой ситуации уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Мы уже такую ситуацию разбирали в закрытой группе и конкретно не учились. Кто много торгует, часто такая у нас ситуация, что уровень поддержки, уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Смотрите. Здесь явно видно, что нужно заключать сделку на повышение. Много рад, да, график касается нижней границы, да, и никак ее не может пробить. Я здесь жду хорошего момента. Наглядно, да, видите, как поменялся уровень у нас. Жду момента и заключаю сделку на 10 тысяч на повышение. Такую вот ситуацию я называю секундным скальпингом, да. Торговать здесь нужно только на минутке. Еще заключаю две сделки, еще одну сделку. Очень важно здесь, в этой ситуации, не спешить. И еще раз заключаю на повышение. Так, заключил я раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть сделок, да, по 10 тысяч. Ни в коем случае мы не заключаем одной ставкой, да, на 60 тысяч. Чтобы себя обезопасить, всегда ставьте частями, это очень важно. Особенно, когда вы торгуете вот на секундном скальпинге, это очень важно. Неправильно вошли в позицию, да, словили вот самый верх, и ваша сделка может не зайти. Здесь у нас все шикарно, сделки закрываются в плюс. По поводу ситуации на Олимпе. Смотрите, у нас уже добавилось очень много криптовалют. Монера, Эфир, Рипл, Биткоин, Лайткоин, Дэш, Биткоин Голд. Знаете, я вот не хочу, чтобы вы относились к этой торговле, как к торговле строго на бинарных опционах. Это основы, линии поддержки и сопротивления есть везде. То есть вы так можете торговать на любом таймфрейме, на любой бирже. В этой ситуации я смотрю данный график, оцениваю все и принимаю решение, торговать ли мне дальше. Смотрю свои сделки. Я вот решил это видео опять оставить, ничего не ускорять. Ничего не обрезать, оставить так, как записал. И я здесь принимаю решение торговать еще раз. По поводу сейчас ситуации на криптовалюте. Вы видите, что происходит, да, криптовалюта никак не может подняться. Она идет во флете, идет затухание и сейчас народ, самый момент для того, чтобы инвестировать. Кто у меня спрашивал, в какую криптовалюту инвестировать? Это Litecoin, Dash, Ripple, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Gold, Monero, Zcash, Stellar, Cardano. Вот в эти вот криптовалюты я проинвестировал. Сейчас самое время инвестировать в эту крипту. Когда произойдет вот разворот, когда произойдет скачок, это никто не знает. Может быть весной, может быть летом, а может быть на осень. Если бы все это знали, все бы были миллионерами. Так что сейчас инвестируйте, чтобы потом, чтобы потом не жалеть. Видите, я здесь жду ситуации, да, чтобы опять заключить на повышение, пока ситуации такой хорошей нет, чтобы войти, хорошо войти в сделку. Главное здесь не спешить, особенно на секундном скальпинге, заключая на повышение, счету на повышение. Здесь важно, да, чтобы после отскока сразу же успеть заключить. Здесь все хорошо, да, график уже идет наверх. Еще хотел бы затронуть тему нашей закрытой группы. Я сделал ребрендинг, мы совершенно кардинально все изменили в закрытой группе. Теперь мы не просто торгуем, мы учимся торговать. Мы делаем обсуждения и качество сигналов очень-очень выросло, потому что теперь мы торгуем строго по скальпингу. Раньше я торговал и по трендам, но сейчас уже мы строго обучаемся скальпингу и не просто торгуем. Да, раньше я просто давал сигнал, а сейчас мы делаем обучение. Также идут у нас розыгрыши ежедневные. Если вы участник нашей закрытой группы, вы автоматически участвуете в розыгрыше на 500 рублей. Каждый день ничего делать не нужно. Также идут розыгрыши, как вы знаете, в открытой группе ежедневно по 500 рублей в открытой и закрытой. Итак, вот здесь вот я уже принимаю решение закончить торговлю. Смотрите, 10 сделок по 8 тысяч за 8 минут получилось заработать 80 тысяч рублей. И здесь важно уйти с рынка. Смотрите, перед тем, как я даю сигналы, я проанализирую рынок, выставлю себе нужные уровни сопротивления по теханализу и тогда уже перелистываю графики и ищу нужную позицию. Смотрите, я копирую название валютной пары, евроавстралиец, захожу в ВК, публикую пост, пишу вниз 5 минут. Проверяю нужную позицию, публикую сигнал и только после этого я сам уже захожу в сделку. Выставляю 5 минут, захожу на 40 тысяч на понижение, видите, заключаю сделки частями. У нас хорошая позиция для входа и я еще раз заключаю на 10 тысяч на понижение, как я вам и говорил. Заключайте частями, чтобы себя обезопасить. Я анализирую новости, анализирую все коридоры, выставляю нужные уровни, выставляю нужные валютные пары, чтобы был там большой процент. И только после этого уже их пролистываю и даю сигналы. Итак, смотрите, у нас здесь отличная ситуация, нисходящий скальпинг. От верхней точки мы зашли на понижение. Все сделки закрываются в плюс. Здесь я делаю скрин, копирую. Скрин делаю программой LightShot, редактирую запись. Все сделки закрываются в плюс. И публикую пост. Здесь, понятное дело, чистейший сигнал. Ну и у всех людей плюс. И так, переходим дальше. Отличная у нас позиция. Я пишу, что работаем дальше с этим коридором. Вот так вот я копирую запись. Теперь, видите, здесь нам нужно дождаться отличной позиции для входа. Выставляю две минуты, потому что две минуты здесь будет достаточно. Пишу вниз две минуты. И вот теперь осталось дождаться нужную позицию. Здесь я перематываю видео. Вот, хорошая позиция. Пишу, обязательно пишу на пике. Публикую пост и только после этого сам захожу в сигнал. Захожу на 10 тысяч на понижение. Сигнал отличный. Чистейший плюс. Где бы вы ни зашли, были бы в плюсе. Опять делаю скрин. Видите, когда делаю скрин, эта программа замораживает экран. Копирую. Редактирую, вставляю. У всех плюс. Итак, следующий сигнал. Здесь я рисую дополнительный уровень сопротивления. График как раз в нужной позиции для входа. Копирую название валютной пары. Видите, 90% у VP трейдеров. Пишу вниз. Три минуты. Позиция для входа отличная. Публикую сигнал. Захожу на 3 минуты на понижение на 10 тысяч. И еще раз заключаю на 10 тысяч на понижение. Опять чистейший плюс. Опять делаю скрин. Итак, за концовку у меня получилось заработать 65 тысяч рублей. Смотрите, есть валютная пара. Есть дата. Есть время. Народ, проверяйте у себя эти сделки. У меня часовой пояс плюс 2, у меня 16.30. Если у вас, например, часовой пояс будет плюс 5, нужно добавить в 3 часа. И берите, и проверяйте у себя эти сделки. И все сомнения у вас отпадут. Были ли такие сделки. Смотрите, какая здесь ситуация. Было восходящее движение. Идет затухание. У нас горизонтальное движение. Идет наш коридор. Здесь я ищу, жду хорошую позицию для входа. Кто следит за моей торговлей, кто следит за моим каналом, вы могли заметить, что я часто торгую в таких ситуациях. Но здесь я жду, чтобы график опустился еще ниже. Перехожу на другую валютную пару. Здесь, смотрите, у нас такая же ситуация. Восходящее движение. И опять идет нисходящий скальпинг. В прошлой ситуации у нас был горизонтальный скальпинг. Здесь у нас, видите, он идет немного под наклоном. Вот я вам рисую линии. Видите, валютные пары одинаковые. То есть в конце стоит японский йен. И графики похожи. Но в первой ситуации было горизонтальное движение. Во второй ситуации движение немного под наклоном. Но это сути не меняет. Скальпинг работает везде. Переключаясь я на следующую валютную пару. Евро. Британский фунт. Здесь у нас такая же ситуация. Видите, здесь у нас хороший, сильный уровень. И я заключаю две сделки на 20 тысяч на повышение. От уровня поддержки. Здесь я ускоряю видео. Сигнал был шикарный. Заключил сделки на 2 минуты. 2 минуты здесь достаточно. Все сделки заходят в плюс. Смотрите, если бы я заключил, например, на 5 минут, график мог бы уже опуститься. Вот почему? Люди спрашивают, почему на 2 минуты, а не на 5 минут? Потому что 2 минуты здесь достаточно. А 5 минут это было бы уже много. То есть смотрите расстояние. Смотрите расстояние между просадками. Опять я возвращаюсь на пару. Новозеландец-японский йен. У нас здесь шикарная позиция для входа. Опять я вам начерчу коридор. Здесь буду заходить от уровня поддержки на повышение. Здесь я ставлю 10 тысяч рублей на 1 минуту. Жду нужную позицию. Вот хорошая позиция и я заключаю на повышение. На 1 минуту. Здесь опять все отлично и сделка закрывается у нас в плюс. Дальше обрезаю я видео. Видите, на 5 минут было бы много на этой валютной паре. Вот здесь отличная позиция для входа. И я заключаю на повышение. Но идет просадка. Идет пробитие. И я успеваю продать. Видите, я хорошо продал, потому что график вернулся. Но ситуация по-прежнему плохая. Уровень немного пробит. Вот видите, график продолжает идти вниз. И я принимаю решение уйти с этой валютной пары. Так, перехожу на пару новозеландец-японский йен. И заключаю на 10 тысяч на понижение. Хорошая у нас позиция для входа. Видите, но я заключил на 2 минуты или на 1 минуту. Да, здесь график у нас возвращается и мне дают возврат. Обрезаю видео. Опять же на этой валютной паре шикарная позиция для входа. И я заключаю еще раз на минуту на 10 тысяч на понижение. Перематываю видео. И здесь у нас в последней секунде в один пункт меня закрывают в плюс. И вот на этом моменте, да, я уже принял решение закончить торговлю. Получилось заработать 42 700 рублей. Шикарный результат. Смотрите, записал я для вас видео, как я даю сигналы в выходной день на криптовалюте. Смотрите, у нас шикарный уровень поддержки. Я зашел на повышение. 2 сделки по 10 тысяч на 5 минут. Сигнал шикарный. Все сделки у нас закрываются в плюс. Здесь я делаю скриншот. Копирую. Дожидаюсь завершения сделок. Видите, да? Нарисовал я уровень. Нарисовал, как правильно заходить. Вставляю еще один скрин. Вот, загрузился скрин. Пишу, что сигнал пушка. Пушка – это крутой сигнал. Самый-самый шикарный сигнал. Отработал на ура. Напишу капс-локом. И публикую пост. Смотрим результаты. У всех, понятное дело, чистейший плюс. Чисто спонтанно решил для вас записать видео. Вот люди предлагают свои скрины. Так что немного не успел записать все с самого начала. Сразу же, смотрите, на этой валютной паре я увидел сигнал. На паре эфириум классик. Вниз 5 минут. Видите, рынок у нас пошел вверх. Получилось у нас затухание. Я написал, что ждем коррекцию. Вот как раз идет коррекция. И она сейчас, в принципе, и пойдет. Будет в определенном коридоре идти эта коррекция. Я проверяю график. Публикую сигнал. И только после этого сам захожу в сигнал. Но здесь я немного неправильно зашел. И, кстати, я не увидел, что здесь 50%. Пишу, что идет затухание. Ждем откат. И извиняюсь за то, что 50%. И пишу людям, чтобы они пропустили этот сигнал. Сигнал хороший. Хорошая позиция. Просто вот неправильно вошел. То есть, видите, сам тоже ошибаюсь. Неправильно зашел. Вот люди пишут, что пропустили. Правильно сделали. Видите, хороший сигнал. Началась коррекция. Пошел наш коридор. Цена движется в коридоре. Видите, но сигнал заходит в минус. Смотрите, сразу же я нахожу сигнал без всякого анализа. На криптовалюте Zcash. Видите, идет у нас нисходящее движение. Я пишу, что на пике. Я всегда пишу на пике, народ. Если выходит сигнал, это не означает, что нужно сразу же входить. Я пишу на пике. То есть, нужно дождаться пика. Вот, у нас появился пик. Не на просадке, а на пике. На пике это вверху, просадка это внизу. И я заключаю две сделки на 10 тысяч на понижение. Здесь, я вам скажу честно, немного неудобно. Потому что здесь вот 5 минут много. Скажу вам честно, 5 минут много. Но на криптовалютах можно только на 5 минут заключать сделки. Минимальный. Минимальный таймфрейм 5 минут. На биткоине можно на 1 минуту. Вот, я рисую коридор. Вот, смотрите, резкий выстрел. И я заключаю еще две сделки по 10 тысяч на понижение. Исходя из этой ситуации, я уже, видите, корректирую уровень сопротивления. Криптовалюта очень хорошо читается. Я, бывает, вот просто пролистываю пары. Сразу же увидел сигнал и сразу же захожу. Вот, видите, наш коридор, да? Я вот хочу словить вот здесь просадку. График подошел к уровню сопротивления. И я жду нужный откат. И вот я еще вам рисую еще один горизонт сопротивления. Здесь у меня самая нижняя сделка не зайдет. А три остальных зайдут. Опять делаю скриншот. Копирую. Дожидаюсь, пока закроются все сделки. Вставляю скрин. Пушка. У людей пушка. Сигнал зашел в плюс. Очень много людей делают ошибки. Вот я пишу на 5 минут, на 3 минуты. Люди почему-то всегда заходят на минуту. Смотрите, отличный сигнал. Я заключаю на 20 тысяч на понижение. На криптовалюте Dash. Смотрите, очень хороший уровень. Здесь все видно невооруженным глазом. Сколько? Раз, два, три, четыре раза цена не могла пробить наш уровень. И я заключаю на 5 минут на понижение. Видите, мало здесь. Много здесь. 5 минут. Здесь нужно было бы, ну, не знаю, на 2-3 минуты. Здесь вот в конце график заставил меня понервничать. Но все шикарно. Опускается вниз. И опять делаю скрин. Видите? Очень круто в этой программе. Стрелочки рисовать, показывать движения. Программа Lightshot. Дожидаюсь, пока закрываются сделки. После этого редактирую запись. Публикую пост. Всегда пишу. Заходим на пики. То есть, эти сигналы вам для помощи. Кто хочет, тот торгует. Кто не хочет, тот не торгует по сигналам. Кто не хочет, тот может просто наблюдать. Кто не хочет, тот может просто торговать на демо-счету. Никто в моей группе никого не заставляет торговать. Отличный сигнал. Видите? У всех людей плюс. Все эти сигналы, все сделки есть в закрытой группе. Вот я показываю свой отчет. Делаю всегда скрины. Публикую пост. Заходите в группу, проверяйте все. Часовой пояс плюс 2 у меня по Киеву. То есть, смотрите мой скрин. Ставьте на паузу и проверяйте, были ли такие сделки на криптовалюте. Итак, переходим к торговле. Торговать я буду на валютной паре евро-британский фунт. В этом видео будет одна валютная пара. Вы видите наш нисходящий тренд. Видите наш нисходящий скальпинг. Корректирую я уровень поддержки и хочу здесь словить коррекцию и зайти на повышение. Люди скажут, здесь же нисходящий тренд. Какое повышение? У нас уже была такая ситуация, кстати, в закрытой группе, где я утер нос всем диванным аналитикам. Везде, где есть тренд, есть коррекция. Запомните это. Видите, трехчасовой таймфрейм. И здесь главное не спешить и выждать отличную позицию, чтобы войти в коррекцию, чтобы войти на повышение. Дожидаюсь позиции. Итак, чтобы не рисковать, я решил воспользоваться безрисковыми сделками. Накопилось у меня аж 70 безрисковых сделок. И я продолжаю заключать на повышение. Видите, сначала две сделки по 5000. Добиваю сделками по 3000 рублей. Здесь выдерживаю паузу. Потому что не лучшая позиция. И опять продолжаю заключать на повышение. Так, можно заключать только 10 сделок. За один подход, так сказать. Как безрисковых, так и обычных только 10 сделок. И вот, начинается коррекция. Выждал я ее. Все идет как нам нужно. График идет вверх. И все сделки здесь закрываются в плюс. Дальше. В этой ситуации я уже буду заходить на понижение от уровня сопротивления. Но здесь мне нужно дождаться, опять же, хорошую ситуацию. Здесь мне нужно дождаться, пока график пробьет наш уровень сопротивления. Вот, вы видите наш нисходящий тренд. Сбился у меня уровень сопротивления. Вот я корректирую уровень. Главное не спешить. Дожидаемся. Нужной точки для входа. Не заходите, как попало. Дожидайтесь нужной точки. Выставляю я здесь 7 минут. 5-7 минут. Потому что я рассчитываю на коррекцию, которая будет идти 2-3 минуты. И думаю, за 7 минут график уже опустится. Итак, здесь происходит ложный пробой. Я посчитал, что это отличный признак, чтобы зайти на понижение. Захожу на 20 тысяч тремя сделками на понижение. Обрезал видео. Заключил вон еще одну сделку на 200 рублей. Безрисковую сделку. Видите, было 2 ложных пробоя. Я посчитал, что это отличная ситуация, чтобы зайти на понижение. Думаю, 7 минут будет достаточно. Как раз 2-3 минуты произойдет коррекция. И график уверенно уже пойдет вниз. 7 минут будет достаточно. Но, народ, не тут-то было. График продолжает идти вверх. Я думаю, что это коррекция. Продолжаю добивать сделками на понижение. Немного, конечно же, глупо поступил. Опять график касается еще одного уровня. Я еще добиваю двумя сделками по 20 тысяч на понижение. Но коррекция продолжается. И график уверенно себе идет вверх. И вы видите, что я здесь влетаю на 140 тысяч рублей. Здесь все сделки у меня закрываются в минус. И я теряю 140 тысяч рублей. Выбило меня из калии от этой ситуации. Я безумно нервничал, матерился. Не успел вот включить вам запись. Дождался я, когда корректа закончится. Видите, 3 пика. График не смог пробить уровень сопротивления. И здесь я уже захожу на 200 тысяч рублей, чтобы перекрыть убыток на понижение. Безумно нервничал в этой ситуации. Ускоряю видео. Видите, наша коррекция закончилась. Видите, я натупился временем. Думал, коррекция будет идти 2-3 минуты. И график пойдет на понижение. А коррекция продлилась 7-8 минут. В той ситуации нужно было заключить сделку на 15 минут. На 10 минут на понижение. На 10 минут. И вот в этой ситуации сделки уже закрываются в плюс. Я отбил потери. Сейчас я вам покажу все свои сделки. Вот все мои сделки. Проверяйте, были ли такие сделки у себя на графике. Напоминаю, что у меня часовой пояс плюс 2. Смотрите на мое время и проверяйте у себя, были ли такие сделки. Вот такая вот получилась торговля. Как я сегодня буду торговать? Вы видите, да, индекс DAX. Нисходящее движение. Видите, какой отличный нисходящий тренд. Но он идет всего лишь 10 минут. Так что торговать мы будем здесь только на минутке. Что здесь нам нужно сделать? Нам нужно дождаться. Маленький откатик, чтобы график пошел немного вверх и заключит сделки на понижение. Когда идет нисходящий тренд, нужно ждать отката. Вот дождались. Я заключаю 3 сделки по 20 тысяч на понижение. Когда идет нисходящий тренд, мы ждем откат и заключаем на понижение. Что такое откат? Когда идет нисходящий тренд, график немного подымается. Это откат. Он опять идет вниз. Опять подымается откат. Опять идет вниз. Таким образом и идет нисходящий тренд. А восходящий тренд наоборот. Нужно заходить на просадки. Просадка это самая нижняя точка. Пик это самая верхняя точка. Вот видите, здесь минутки будет достаточно. Видите, как раз сейчас идет наш такой мини откат. Видите, ну сколько он идет? Ну 40 секунд, да? И теперь график идет на понижение. Видите, я уже прилетел с Мальдив. Обустраиваюсь. Буду пилить для вас новые видосы. Обустроил уже квартиру. Люди писали, чтобы я показал квартиру. В следующих видео уже буду показывать. Итак, все шикарно. Сделки закрываются в плюс. Вот видите, да? Наш нисходящий тренд. Ну видите, сколько? 10 минут всего лишь. Здесь я принимаю решение. Дальше торговать. От верхней точки на понижение. Сегодня будет не очень удачная торговля. Я вам так скажу. Вот, я жду позиции нужные. Вот, отличная позиция. Я заключаю две сделки по 10 тысяч на понижение. Какая у меня специфика торговли? Кто следит за моими видео, вы можете понаблюдать, что я сначала заключаю сделки крупные, а потом уже, да, начинаю заключать на меньшую сумму. Так у меня работает психология. И не нужно торговать по 9 часов, по 10 часов в день. Это самоубийство, народ. Не торгуйте так много. Вы будете все сливать. Начинайте с крупных сделок, заканчивайте сделками поменьше. Ну а здесь какой минус? Что если вы вначале прогорите с крупными сделками, то будет плохо. Ну, по психологии у меня как раз такое очень редко случается. Смотрите, здесь вроде бы шикарная позиция. И график в конце выстреливает, да. Ну вот что тут поделать? Вроде бы все шло хорошо, отличная ситуация. И график теперь начинает опускаться вниз. Вот от таких ситуаций, народ, никто не застрахован. Так что не переживайте. Неудачные дни это неотъемлемая часть вашей торговли. Смотрите, здесь уже у нас отличный уровень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестое. Касание. И график от этого уровня отталкивается. Ну, видите, сколько этот уровень идет? Ну, пять минут. То есть здесь мы торгуем на минутке. Смотрите, как вел себя график в прошлой ситуации, чтобы знать, насколько заключать сделки. Вот, отличная точка. Я заключаю две сделки уже по 10 тысяч на понижение. Смотрите, сколько было времени между просадками, между пиками. И принимайте решение. Вы можете эти коридоры находить везде. На 15-ти минутном, на часовом таймфрейме. Там уже заходить на полчаса. Здесь вы можете увеличить график, видите, до 7 минут. И найти такие мини-коридорчики, заходить на минуте. В закрытой группе я стараюсь находить коридоры по 5 минут, потому что, чтобы люди успевали торговать, чтобы люди успевали ставить. Потому что, если я буду торговать в закрытой группе чисто на минутке, там будет хаос. Люди пока зайдут в позицию, пока подождут нужной точки, ничего хорошего не случится. Здесь все идет как нам нужно, и сделки закрываются в плюс. То есть, две в минус, эти две в плюс. И вот, смотрите, график подходит к уровню, отличная точка. Я заключаю две сделки на повышение, потому что было уже 5 касаний, 6 было касаний, но уровень пробит, и график педалит вниз. Что в такой ситуации сделать? В такой ситуации нужно отменять позиции, если график подберется выше. И таким образом, хоть немного вернуть часть своих средств. Вот такая вот торговля, видите? Когда идет такая торговля, когда она не сильно у меня хорошо получается, я стараюсь сделать перерыв. Это очень важно. Не пытайтесь все отбить. Да сходите вы на кухню, попейте чай, попейте виски, сделайте какую-то зарядку. Два-три часа отдохнули, даже час. Видите, одну позицию успел отменить, потому что график поднялся за 3200, а последнюю позицию не успел отменить. Так что делайте перерывы. И вот на такой ноте я принимаю решение закончить торговлю. Смотрите, вот такая вот получилась торговля по индексу DAX. Устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь увидеть самую-самую-самую крутую торговлю за все время. Вряд ли вы у кого-то еще увидите такую торговлю и поймете, почему я трейдер номер один на русском ютубе. Народ, обязательно досмотрите это видео до конца. Посмотрите, какую шикарную мне получилось найти флетовую ситуацию. Секундный скальпинг длился 2,5 часа. Такое бывает, ну, очень редко. Секундный скальпинг – это ситуация, в которой цена за несколько секунд перемещается от уровня поддержки к уровню сопротивления. Народ, это лучшая стратегия на одну минуту. Мне за полчаса удалось заработать 141 тысячу рублей. Здесь я вам ничего комментировать не буду, вы все видите сами. Находите коридор, есть уровень поддержки, сопротивления и начинаете в нем работать. Идет резкий скачок вниз, заключаете на повышение. Резкий скачок вверх, заключаете на понижение. Здесь самое сложное – это четко войти в позицию, потому что мешает задержка. Поэтому, как вы заметили, я отказался от сделки в один клик. В принципе, особой разницы нету, но для меня при секундном скальпинге так психологически почему-то лучше. Сейчас вы будете наблюдать за графиками, будете видеть, как он идет то в одном диапазоне, то в другом, то расширяется, то сужается, появляются короткие подуровни. Самое главное – вы смотрите на предыдущую ситуацию, как вел себя график 5-10 минут назад. И, исходя из этого, уже принимаете решение. Смотрите, как вхожу в позиции я. Теперь, народ, самый главный вопрос, который вы мне задаете все время. Когда случается секундный скальпинг? Ответ – секундный скальпинг случается в любое время суток. На него нужно просто попасть. А когда вы на него уже попали, вы должны выжать с него как можно больше денег. Вот и все. Смотрите, как я шикарно нахожу точки входа. В этом нету ничего сложного. Некоторые сделки будут срываться, но процентов 90 у вас будет заходить. Теперь, как вовремя выйти с коридора? Тоже очень главный вопрос. Есть много способов. Просто уйти с хорошей прибылью в любое время, как это делаю я. Можете дождаться, когда коридор уже будет пробит или очень будет низкая волатильность. Ну, вы там потеряете пару сделок, но зато отработайте этот коридор до конца. Сейчас я на ютубе в нашей тематике задаю темп и продолжаю быть лидером. Трейдеры пытаются копировать мои названия, копируют мои превью, пытаются делать мотивационные видео, пытаются пропиариться на моем имени, особенно на моей закрытой группе. Ловят, когда у меня неудачные дни и пытаются враньем переманить аудиторию. Как же это низко выглядит, насколько это нелепо. И аудитория понимает, что это делается все с целью пиара. Им никто не верит. У меня все идет от сердца, я абсолютно для всех открыт и рассказываю все то, через что я прошел. Я ничего не придумываю, я все беру со своей жизни. У меня свой формат, я не пытаюсь никого копировать. Я пытаюсь дать людям то, чего мне не хватало в свое время. Единственный совет, который я могу дать этим горе трейдерам. Не врите, будьте собой, будьте настоящим и тогда аудитория к вам подтянется, потому что подписчики это все прекрасно чувствуют. Смотрите, как у меня шикарно получается входить в позиции. Только график касается нижнего уровня, я успеваю заключить сделку и сразу же идет отскок. Запомните, все самое лучшее, это самое простое. Вы все видите своими глазами, не нужны здесь супериндикаторы, чтобы все это увидеть. Но люди могут сказать, что тебе просто повезло в этой ситуации, почему тогда вам так не везет. Запомните, везет сильнейшим. Везет только тем, кто что-то делает. Как вы этого не можете понять? Если первый человек будет тратить 5 минут на поиск коридора, а второй будет тратить 5 часов, как вы думаете, кому будет везти больше? Понятное дело, что второму человеку, потому что он тратит больше сил, больше времени, у него больше шансов, это же элементарно. И вот когда люди говорят, что мне просто повезло, они не могут понять, что за этим стоит множество бессонных ночей, куча книг, большое количество падений, провалов, большой труд. И самое главное, непоколебимая вера в себя. Вы когда через все это пройдете, вы не поверите, вам тоже будет везти. Вот сейчас вы наблюдаете за торговлей и видите, что она не нуждается в объяснениях. Здесь все понятно. Лучшее объяснение – это демонстрация. Лучшая стратегия – это одна стратегия. И в ней вы будете профессионалом. С каждой торговлей вы будете оттачивать и оттачивать свое мастерство. И будете становиться все лучше и лучше. А некоторые скептики будут говорить, если бы эта стратегия работала, ты бы ее не сливал. Вот, эта стратегия работает, эта стратегия перед вами. Вы все видите, вы видите время, вы видите дату, вы видите валютную пару, часовой пояс у меня плюс 2. Берите и проверяйте. Но чтобы эта стратегия работала, нужно потратить время на поиск ситуации, на обучение, приложить усилия. Но этого никто не хочет делать. Вот почему у людей эта стратегия не работает. Итак, я буду заканчивать торговлю на плюсовом сигнале. Я всегда заканчиваю торговлю на плюсовом сигнале. И даже в закрытой группе я всегда заканчиваю плюсом. Народ, на ваших глазах я только что заработал 141 тысячу рублей. Вы все видели сами. Перед вами валютная пара, британский фунт, американский доллар, часовой пояс плюс 2. Перед вами вся история сделок. Если мне кто-то не верит, проверяйте у себя на графике. Итак, сейчас будет очень крутая торговля. Погнали, я заключаю сделку на понижение на 30 тысяч на одну минуту. Еще заключаю одну сделку на понижение на 30 тысяч. И еще одну сделку на 30 тысяч. Смотрите, какая здесь ситуация. Здесь восходящий скальпинг. У нас отличный уровень сопротивления. И от него я заключаю на понижение. Так, сейчас я вам нарисую уровень поддержки. Здесь вы все видите сами. Уровень поддержки. У нас был нисходящий тренд. И теперь тренд развернулся. И вот шикарный уровень сопротивления. Здесь я дождался, когда цена коснется уровня. Пошло движение вниз. И я сразу же начал заключать сделки на понижение. Эту ситуацию я очень быстро нашел. Буквально за пару секунд. Увидел хорошую ситуацию. Быстро включил запись. И начал торговать. Итак, у нас все сделки закрываются в плюс. Теперь, как будем действовать дальше? Здесь будем заходить на повышение. Уже от уровня поддержки. Итак, у нас произошел пробой. Я выставляю 2 минуты и заключаю на повышение. На 10 тысяч. Еще одну на 10 тысяч. Перестраховаться, видите. Хочу и заключаю уже на 10 тысяч. Смотрите, почему я здесь заключил на 2 минуты, а там на 1 минуту. Вы видите, что когда я заключал на понижение, минуты было достаточно. А здесь я не дождался, когда график начнет движение вверх. Там я дождался, когда график начнет движение вниз. Я заключил на минуту. Здесь я не дождался. И чтобы перестраховаться, я заключил на повышение на 2 минуты. Это, кстати, грубая ошибка. Так я вам делать не советую. Нужно дождаться разворота. Вот, смотрите. Прошел резкий пробой. Сейчас срезаются все стопы. Ну, мы торгуем на бинарках. Нам не важно. Нам нужно просто предугадать движение цены. Вот, видите, я хотел отменить сделки. Так, смотрите. А сейчас по поводу рекорда. Я поставил новый рекорд по количеству прибыльных сделок. Здесь ситуация складывается не лучшим образом. Видите, график сильно просел. Посрезал стопы. Теперь, смотрите. График колеблется на одном уровне. И сейчас, понятное дело, произойдет разворот. Вот, сейчас-то уже нужно было заключать на 1 минуту вверх. От этого уровня. То есть, всегда дождитесь. Это я уже на опыте могу заключить на 2 минуты. И что вы думаете? Верхние 2 сделки у меня зайдут. Смотрите. Последние секунды. График вырывается вверх. Еще раз вверх. И первая сделка закрывается в плюс. И вторая сделка закрывается в плюс. Ну и, понятное дело, третья сделка закрывается в плюс. На этом моменте я принимаю решение уйти с рынка. И вот так вот за 5 минут получилось заработать 98 тысяч рублей. А сейчас переходим к рекорду. Итак, к вашему вниманию, рекорд на Alain Trade по количеству прибыльных сделок. Смотрите, какая здесь ситуация. Здесь отличный уровень поддержки. График пробивает уровень поддержки. Я заключаю 2 сделки на 20 тысяч на повышение на 1 минуту. Почему я заключаю сделки на 1 минуту? Народ, смотрите, предыдущие ситуации. Вы видите, что в предыдущих ситуациях 1 минуты было достаточно. Да, график касался уровня поддержки. И за сколько там? За 5 секунд? За 15 секунд он шел вверх. То есть минуты здесь достаточно. И график выстреливает. Я ускоряю видео. И эта сделка заходит в плюс. Кстати, в джакузи очень удобно торговать. Но записывать там видео неудобно. Здесь такая же ситуация. У нас есть уровень поддержки. График пробивает уровень поддержки. И я заключаю 2 сделки. По 20 тысяч на 1 минуту на повышение. Опять же, видите, здесь 1 минуты достаточно. Но в данной ситуации, народ, я не дождался разворота. Поспешил. Видите, и здесь мне минуты не хватило. 1 сделка в минус. Но 1 сделка все-таки закрылась у меня в плюс. Это моя грубая ошибка. Всегда дождитесь разворота. Здесь шикарный уровень поддержки. И я сразу же заключаю 3 сделки на 20 тысяч на повышение на 1 минуту. Здесь идет резкий выстрел. Смотрите, обычно после такого резкого выстрела происходит откат. Здесь можно было заключить на понижение. Опять же, смотрите, почему на минуту? Потому что здесь минуты достаточно. График коснулся уровня поддержки и сразу же ушел вверх. Коснулся уровня поддержки. Прошло там секунд 10 и он сразу же ушел вверх. То есть минуты здесь достаточно. Но в этой ситуации, видите, даже минуты много. Сейчас увидите. График резко взлетел. И теперь опускается. Но на последних секундах 2 сделки закрываются в плюс. И одна сделка идет на возврат. Дальше. Это же валютная пара. Британский фунт, доллар. Я решил протестировать одной сделочкой уровень сопротивления. Я был не уверен в этой сделке, поэтому заключил всего лишь одну сделку. И эта сделка у меня заходит в минус. В следующей ситуации я решил протестировать уровень поддержки после восходящего движения. Заключаю 2 сделки по 20 тысяч на 1 минуту вверх. Также параллельно просматриваю другие валютные пары. Не дает мне покоя пара британский фунт, доллар. К ней я еще вернусь. Здесь ускоряю видео. Одна сделка в плюс. Одна сделка в минус. Ничего страшного. Идем дальше. Опять. Это же валютная пара. Смотрите. Произошел пробой. Я здесь жду разворота. Я пока не заключаю сделки на повышение. Дождался разворота и теперь сразу же заключаю 3 сделки по 20 тысяч на 1 минуту на повышение. Вот с этого видео вы усвоили, что нужно дождаться разворота и тогда смело заключайте на повышение. Но здесь я уже принимаю решение уйти с рынка. Волатильность низкая. Все сделки заходят в плюс, но очень опасно. Так что народ не жадничайте и уходите. И вот на такой ноте я завершаю торговлю. Вот все мои сделки. Получилось заработать за 15 минут 86 тысяч. В этом видео вы усвоите для себя очень-очень-очень важный урок. Обязательно досмотрите его до конца. Что происходит? Смотрите. График касается уровня. Поддержки я заключаю сделку на повышение. Внимание. Ни в коем случае так не нужно делать. Почему? Потому что вам нужно дождаться разворота. В этом и заключается урок. Смотрите. График опускается. И вам нужно просто ожидать. Вот происходит разворот. И я заключаю сделки на повышение. Маленький откат. И опять заключаю сделки на повышение. Вот. Сейчас произойдет разворот. Как я это знаю? Потому что после резкого падения график притормозил. Это очень важно. Народ. В этом видео я рассмотрю разные ситуации. Есть фейковые развороты. Есть обычные. Вот здесь обычный разворот. Вот я ускоряю. Вот я ускоряю видео. И все идет как нам нужно. Как вы видите народ. Я прилетел уже с Бали. Привезли мне наконец-то мой рабочий стол. Мое кресло. И сейчас я займусь усиленным заработком денег. Я в принципе и так ним занимаюсь. Так. Все шикарно. Сделки закрываются в плюс. Переходим к следующей ситуации. Здесь у нас консолидация. Боковое движение. Шикарный уровень поддержки. Сопротивление. Скальпинг идет. Но. Видео не об этом. Здесь для начала нам нужно дождаться. Когда график коснется уровня поддержки. Потом. Когда произойдет разворот. И только тогда нам нужно заключить сделку на повышение. Итак. Ждем. Касается. Мы ждем. Происходит разворот. И я заключаю сделку на повышение. Здесь уровни поддержки и сопротивления нам в этом помогают. И здесь у нас простой разворот. Вот смотрите как торгую я. Все идет отлично. Ускоряй видео. Сделка закрывается в плюс. Народ. Не относитесь к этому видео как к торговле только на бинарных опционах. Это основы народ. Они работают везде. На криптовалюте. На золоте. Так. Что я сделаю здесь? Здесь я тестирую уровень поддержки на безрисковых сделках. Но. Кто внимательный. Тот заметил. Что здесь у нас фигура треугольник. Чем ближе график к уровню поддержки, тем выше вероятность, что произойдет пробой уровня поддержки. Так и происходит. Ну а я ничего не потерял. Я заключал безрисковые сделки. Так. График остановился. Я заключаю на повышение. Пробую на 2000. Видите? Фейковый разворот. График продолжает идти вниз. Нам нужно дождаться разворота. Не спешим. Ничего страшного. Вот. Я отменяю позиции. Нам нужно дождаться, когда график притормозит. Так. Я подготавливаюсь. Выставляю уже 20 тысяч. Вот. График уже притормозил. Вот. Это народ. Отличная ситуация. Видите? Я жду. Не спешу. Вот. Заключаю сделку на повышение. Когда график притормозил, начинает уже колеблется. Вот тогда-то и нужно уже заключать сделки на повышение. Смотрите, народ, как торгую я. Вот. Теперь я заключаю сделки на повышение. Здесь все отлично. Народ, вы это все поймете с опытом. Чем больше вы будете торговать, тем проще для вас будет разглядеть правильный разворот. Вот и все. Здесь все шикарно. Сделки закрываются в плюс. Итак, смотрим. Показываю я свои сделки. Что они были в одну сессию. Вы видите валютную пару. Вы видите время, дата. Проверяйте эти сделки у себя. Ставьте часовой пояс плюс два. И проверяйте эти сделки у себя. В принципе, вот. Хороший сигнал. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Идет разворот. 80%. Блин. Это просто шикарная ситуация. Здесь можно зайти. Видите, кстати, у меня немного просадка. Заходим на раз, два, три. Будем на коррекции еще добавлять. Можно смело зайти. На 80 тысяч даже. Будет коррекция. Будем добавлять. Давайте я буду объяснять, почему я зашел на повышение. Ну, я думаю, вы поняли, да? Вот, провели мы трендовую линию. Видите? Повышение, коррекция. Просадка, просадка. Повышение, повышение, просадка. Повышение, просадка. И вот график идет ступенью. Вот. Каждая ступень выше предыдущей. Что это значит? Что будет восходящее движение. Что график пойдет наверх. Ну, вот нам эти пять минут, я думаю, будет достаточно. Здесь пока нечего добавить. График как раз вот в наших позициях идет. Пока смотрим другие графики. Вот. Здесь шикарная позиция для входа. Посмотрите, что у нас здесь. Горизонт есть? Есть. Треугольник есть? Есть. Что сейчас будет? Сейчас цена пойдет наверх. Вот, видите? Это очень сильный сигнал. Я зайду по-крупному, потому что мне нужно перекрыть. Неудачно захожу в позицию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На 140 зайду. Я не знаю, что будет вот с биткоин голдом. Здесь тоже все шикарно. Это очень хороший сигнал. Я в нем уверен. Поэтому, вот, я хочу закончить с этими сигналами. И все. Вот. Два четких сигнала. Мы сделали кэш, мы ушли с рынка. Вот и все. Вроде бы все отлично. Записываю видео с мака. Он сильно, кстати, шумит, когда идет запись. Я думаю, уберу шум. Буду потом рендерить. Будет все отлично. И думаю, меня классно слышно. Тут вроде бы нормальный микрофон должен быть. Так, здесь, слава богу, все шикарно. Так, позиции закрылись. Все отлично. Два лям мы вернули. Здесь. А вот здесь я сильно народ нервничаю. Тут треугольник. Теугольник продолжается. Возможно, я поспешил. Вот наш треугольник. Возможно, минут 10 ему нужно было бы. Давай, давай, не подведи. Вот так всегда. Когда сильно уверен в сигнале, он почему-то не сильно себя оправдывает. И заставляет нервничать. А когда он не уверен в сигнале, пропускаешь его, он идет вверх. Это тоже, кстати, психология. Он заходит. Давай, да, туда, и не возвращайся оттуда уже. Уже можно немного выдохнуть. Половина есть. Так, 150 есть. Отлично. Все шикарно. Треугольник сработал. Ну, боже, как же он нервно, блин, сработал. Фух. Вот, народ, на этом все. Вот такая вот получилась торговля. Вот, видите, нашли два четких сигнала, зашли на хороших процентах, заработали, ушли. Все. Так что не ленитесь, учитесь. Кто хочет торговать вместе со мной, добро пожаловать в мою бесплатную закрытую группу по заработку. Первая ссылка в описании. А кто хочет посмотреть статистику моей торговли или как я сигналю в закрытой группе, добро пожаловать в открытый канал в Телеграме. Вторая ссылка в описании. Так что, народ, обязательно подпишитесь на мой канал. Обязательно поставьте этому видео лайк, потому что инфа реально была полезной. Также подпишитесь на Инстаграм, на Телеграм, все ссылки в описании. Удачной всем торговли. Пока.